Цель самого человека Ну, людское непонимание Я об этом говорил на самой первой лекции Я говорил о том, что дайте людям возможность быть глупыми Пускай это будут старшие, пускай это будут младшие, кто угодно Если вы такой возможности не даете, значит вы сами такие же Помните, я приводил пример, кого-то такая дура уродила Дочки своей, да? Ну, то есть идея заключается в том, что прикованность к маме является проблемой его мышления И в этой проблеме есть две составляющие Первая составляющая это стресс-травма, которая сама по себе к себе приковывает И вторая составляющая это отсутствие возможности перевести свое сознание на какой-то объект Живой объект, который бы давал ему заменитель счастья, который идет от мамы и все Знаете, очень важный момент, он не верит в Бога Он считает, что каждый человек, он же по принципам, это туголюбие Это и есть вера в Бога на его уровне Потому что есть разные виды веры, понимаете? Атеизм это тоже вера Это все просто определенные разные этапы развития человека Если говорить о развитии человека в вере, то есть просто этапы, понимаете? Если, допустим, вы говорите мне, да, Олег Геннадьевич, да, он учится в первом классе, понимаете? Но он учится уже, понимаете? То есть каждый человек, он имеет определенные этапы развития И не надо людей воспринимать как, ну, как бы, неспособными Надо воспринимать их с позиции их развития Вот, например, если говорить о вере, то существуют этапы Первый этап — атеизм — это вера тоже Человек верит в науку, верит в, допустим, в то, что в этом мире Все связано с какими-то законами природы Он верит в эти законы природы А законы природы — это энергия Бога Ну, таким образом он верит в Бога только опосредованно Он верит в то, что вот, если два шарика столкнутся, они полетят вот определенным образом Под определенным углом Ну, то есть он верит в науку, в эксперимент Это атеизм Ну, то есть, и поэтому они с позиции этого и рассматривают весь мир Они говорят, там, мир возник из большого взрыва Там никакого разума не было Разум — это продукт комбинации материи То есть, ну, такая, как бы, бредовые такие вещи совершенно Вот, если ничего не было, то откуда взялся взрыв? Ну, то есть, закономерно, если ничего не было И они придумывают, что там бесконечно малая точка была Потом она бесконечно сильно расширилась Ну, какой-то бред Понимаете? Если нет сперматозоида, ну, как бы, нет смысла рассуждать о том, что нет сперматозоида Но может быть такое, что сперматозоид сначала был бесконечно малым Потом он стал больше и произошло зачатие Нет сперматозоида — нет зачатия Хоть там что рассуждать, хоть какие философии, как бы, придумывать Понимаете? Вот, атеизм — это первая стадия развития Потом идет нравственный атеизм Это то, что сейчас в Китае, то, что у нас было в Советском Союзе То есть, люди понимали, что такое совесть Что такое нравственность — это есть Бог, понимаете? Они понимали Бога через нравственность Нравственный атеизм — это следующий этап развития То есть, ну, просто атеизм, он безнравственный по природе Пей, гуляй, веселись, потому что все равно один раз жить и потом помирать А нравственный — тихо, вы слишком умные Поэтому вам трудно слушать меня Вот, а дальше идет нравственный атеизм Вот у него нравственный атеизм То есть, это следующий стадий После нравственного атеизма идет следующий стадий Это, как бы, это, ну, такой, неразвитый атеизм Что такое неразвитый атеизм? Человек говорит, я верю в Бога Там, он носит, там, допустим, луну или там крестик Там еще что-то, он носит все Как бы считает себя верующим Но сам ничего не делает при этом вообще Он считает просто, я татарин, там, или я казах, поэтому я мусульманин Ну, то есть, он, ну, как бы, может на праздник прийти религиозный, там Но при этом он ничего не делает вообще Он говорит, я просто, я такой-то и все Это неразвитый атеизм Потом есть просто атеизм Означает, человек верит, выполняет праздники какие-то религиозные и так далее Но это еще тоже не самый последний этап развития, понимаете? Потому что бывает еще нравственный атеизм Что такое нравственный атеизм? Это когда человек уже очень глубоко верит в Бога Он живет по священным писаниям Он молится каждый день, выполняет заповеди Видите, насколько это более высокая стадия развития, начиная от атеизма Вот сколько надо пройти стадии, чтобы до этого дойти Вы от него слишком много хотите А это же происходит очень медленно Жизнь за жизнью человек развивается в этом вопросе Но это еще нравственный атеизм Это не последняя стадия развития После нравственного атеизма идет следующая стадия Которая называется служение Богу То есть посвящение себя Богу То есть человек не по заповедям живет А он просто хочет Богу сделать приятное Все, что у него уже с Богом отношения в это время есть И вот все, что Богу приятно, он делает А все, что неприятно, не делает То есть для него заповедь — это Господь главное Это уже уровень святости, понимаете? А потом еще есть следующая стадия Это стадия чистой любви к Богу Это вообще очень высокий уровень И он не встречается фактически в материальном мире Это уровень духовный уже Но и даже если человек на этой стадии находится в материальном мире Он не живет по этим материальным законам Такой человек Видите, сколько стадий И он у вас находится на второй И это хорошо Плохого изделия Это он верующий человек Просто он верит Бога как может Вы должны понять, что вы сами обескуражены Вы сами сейчас находитесь в состоянии шока определенного Хочу помочь не означает стать обесточенным Вот смотрите, что такое вера Вот если я, допустим, вам хочу помочь Я не трачу на это свои силы Я знаю, что моих сил вам помочь не хватит Я вспоминаю своего наставника Или вспоминаю молитву Настраюсь на звук, на духовный Начинаю повторять молитву Или я желаю всем счастья И настраиваюсь потом на вас Отдаю это вам Вот таким образом, видите, я просто об этом сказал Вам уже стало легче в сердце, правда? Вот сейчас Да Видите, Бог человеку помогает Я сам, сколько бы на вас свои силы не тратил Я бы вам не смог помочь Но когда я настраиваюсь в своей памяти на Бога Я могу помочь Вы просто не знаете, как помогать У вас нет опыта Вы своими силами пытаетесь понять И помочь И становитесь обесточенными Ну вот, видите, как хорошо, что вам понятно Это надо было три года лекции слушать, чтобы это понять А это на каждой лекции говорить Видите, как сложно это понять Это сложная тема Вы спросите Добрый вечер, Олег Геннадьевич Я хочу поменять работу Хочу быть замуж Что мне мешает? Ничего не мешает Замуж выходит сильнейшая Когда женщина, как женщина, становится сильной И сразу на нее обращают мужчины внимание Все Ну это вопрос силы просто И у каждой женщины есть такая возможность быть сильной Так же, как у каждого мужчины есть возможность накачать мышцы Так же у каждой женщины есть возможность накачать свою женскую силу Женщины к этому относятся очень поверхностно Они думают, что женская сила Это губы накрашены Определенный цвет лица Но это все абсолютно просто очень поверхностно Потому что это все привлекает просто похоть у мужчин То есть желание наслаждаться женщиной Но это противоположное желание Желание взять замуж Противоположное то есть желание Для того, чтобы накопить в себе силу Которое дает возможность вот другую энергию у мужчины привлечь Энергию ответственности Желание взять замуж Как бы заботиться о женщине Эта энергия ответственности у мужчины Означает у женщины та же самая энергия заботы Только о людях в целом И когда вы с деловой своей активностью Чем вы очень сильно заняты сейчас Переключаетесь просто на людей Начинаете в гости приглашать подружек О всех заботиться Бабушек каких-то кормить там Еще что-то делать Вы расцветаете У вас в сердце появляется теплота Такой особый вид теплоты Который очень сильно беспокоит мужчин Понимаете, вот эта энергия очень сильно беспокоит мужчин Причем интересно знать, что эта энергия Настолько сильно мощная Что мужчина, когда чувствует эту энергию Он даже Ну как бы не обращает внимания на лицо Как оно накрашено То есть вот эта сила, которая исходит из сердца женщины Она настолько мощная Что для мужчины Эта сила непревзойденная То есть он так сильно подчинен этой силе Потому что он ее чувствовал от своей матери Сначала, когда был еще ребенком Понимаете, маленький ребенок Не смотрит на красоту матери Он смотрит на доброту ее сердца Понимаете? И именно это привязывает человека больше всего И вот эта женская энергия Доброты сердца Я вам это рассказываю Не общайтесь в это время Внимательно слушайте Иначе все Пустой горшок Когда дырка в горшке Все проливается Ты льешь туда А там выливает все снаружи И когда женщина имеет такую вот глубокую Ну, силу, сердце Ей не надо думать За кого выйти замуж Потому что Вернее, надо думать Но у нее уже много вариантов Она уже другие проблемы Она спрашивает Олег Геннадьевич У меня такая проблема Я не знаю За кого выйти замуж У меня три варианта Я говорю Ну, это не такая большая проблема Мы сейчас решим Она подходит ко мне с фотографиями Я смотрю Выбираю Можно, конечно Вот Понимаете, да? Ну, то есть Вот в этом проблема Вы погружены в работу То есть Вы не понимаете Как женщина Как развиваться Вот если мужчина Допустим Целыми днями на кухне На кухне Такой готовит Готовит Олег Геннадьевич говорит Я не знаю Где найти жену Жену нам надо найти Сначала Пойти В спортзал Стать мужчиной Позаниматься там Потом дальше Пойти на работу Стать крепким Сильным Мужественным Женщины Они чуют Вот таких мужчин Если он такой Как бы Ля-труля Она это чувствует Зачем мне такой нужен Вообще муж Я на него Не смогу опереться В жизни Мне нужен человек Который Имеет мужскую силу Так или нет? Точно так же Женщина тоже Вот зачем нужна Женщина Которая там Целыми днями В офисе торчит Нужна жена Понимаете Которая любит Людей Может помочь Мужчине В жизни И они влюбляются Вот в таких Женщин Вот и все Что вам надо знать Вам надо Переучиваться Вас выучили Не на то Понимаете? Ну с точки зрения Деловой Как бы активности Вы нормальные Как бы развитый человек И мне нечего Вам сказать В этом плане Но с точки зрения Личной жизни Вы не знаете Этого всего Вам надо Учиться В сердце В своем В сердце А у нас На поле И детка Одна Свери шум И дорогу Непременно Никому И тебя Непременно Я кричу И с ним Ничего И А я все Кричу Глаз не отможу Не дружок У меня Я с ним Я с ним Я с ним Я с ним Но я Не отможу Даже Слышу Почему Я Непременно Я Слышу Я Глаз не отможу Непременно Непременно А я Все Кричу Глаз не отможу Не боюсь Я Верно Услышали Меня? Сердце Энергия Сердца Сердце Женщина Означает Любовь К людям Любовь Тренируется Только В служении Людям Заботе Она не тренируется В изучении Книг По психологии Только В практике Если я буду изучать На теории Как шлангу Поднимать От этого Ничего не изменится Понимаете? Не надо ее поднимать Начать До этого Я тогда Стану сильным Так и женщина Если она хочет Быть сильной Она должна Заботиться Реально О реальных Людях Не надо Тренинги Никакие Психологические Проказать Это все Фантазия Ума Просто Иди Просто И заботиться О людях И все И там Научишься По дороге Быть красивой То То что Ваши 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 Вот Вы Селеником Да Спасибо И И Если вы Меня Видите Во сне Это Господь Как Сверхдуша В сердце Человека Он Приходит В том Облике Который Человек Верит То есть Это Не Я Пришел Во сне То есть Это Господь Сам Приходил Давал Наставление Понимаете Это Он С вами Общается Так Делает Вид Что Я Это Я Ну Чтоб Вам Вы Поверили Я Когда Случайно Ваши В интернете Я Думаю Случайно Смит Была Подготовка К Следующей Медапу К Год Завтра У нас В Час Стресс Я Набилась Слушала Ваши Лекции По Вашим Стрессом Спасибо За Ваши Знания У меня Такой Случай Мне Рассказала Одна Женщина Говорит Я Решила Лекции По Семейным Отношениям Послушать И Набиваю Фамилию Лектора Как Б В интернете Набиваю Поиски Ике Выскакивает Ваша Фамилия Три Раза Говорит Набила И Опять Ваша И Важала На Это Такая Интересная Такая Вещь Происходит Стресс Я Получила Огромное Знание Получила Столько Учителей Спасибо Богу То Что Вам Показало Большое Стоит У меня Три Этапа Первый Это Принять Второй Между Проблемой И Треть Между Внутри На Каком Этапе Мне Кажется Что Я На Треть Этапе А С кем Это С Сейчас Посмотрю С кем Это Связано С Мужем А Он Ушел От Вас Что Да Так Сейчас Посмотрим Спокойствие В сердце Появилось По поводу Него Чувство Легкости Общаюсь Это Первый Этап Общение То есть Вы Общаетесь Как Друзья Уже Да Да Странно Потому Что Он Сначала Общался А сейчас Вроде Как Я Ему Даже Пишу Но Вначале Отвечай А потом Считай Все Супер Вот Это Признак Перехода На Третий Этап То есть Человек Общался Общался И Да Общался Чувствует Что Уже Опасно Дальше Общаться У него За сердце Уже Хватает Он Боится Потому Что Он Боится Потерять То Что Он Имеет Это Значит Что Вот Вы Перескочили На Третий Этап На Каждом Новом Этапе Как будто Заново Надо Молиться Потому Что Новый Пласт Работы Уходит Вот На Первом Этапе Когда Вы Прошли Спокойствие В сердце Думать Ну Все Теперь Вернется Только Первый Этап 30% 33% Теперь Надо Перейти На Следующий Этап Пересилить Себя И Во Время Молитвы На Втором Этапе Начинается Способность Общаться Вы Общаетесь Пробиваете Этот Второй Этап Чувствуете Что Дружите С ним В этом Раз Неожиданно Уже Кажется Что Все 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 Нормально То 66% Закончено И На Третьем Этапе Опять Заново Как будто Надо Все Начинать И Вы Сейчас Опять У вас В сердце Такое Чувство Что Опять Заново Что Такое И Вы Начинаете Опять Свою Молитву Еще Тяжелее Настраиваться На Бога И В этот Момент Вы Начинаете В самую Глубину Сердца Влиять Человек И Сейчас Вы Уже Дошли До Его Глубины Сердца И Сейчас Он Боится Уже Дальше Общаться Потому Что Он Чувствует Что Придется Возвращаться Назад То есть Вы Дальше Настраивайтесь На Бога Начните Свою Молитву И В этой Молитве Своей силой Веры Вы Поменяете Его Сердце Это значит Победите Свою Судьбу И В этот Момент Когда Вы Поменяете Его Сердце Полностью Он Начнет Раскаиваться В том Что Он Вас Бросил Или Начнет Раскаиваться В том Что Произошло А Дальше Когда Он Это Сделает Вы Полностью Победите Свою Судьбу И Это Значит Что Бог И Он Вместе С Богом Они Будут Решать Возвращается Он К вам Или Нет Если Он Решает Он Ваш Муж Решает Я Не Возвращаюсь К жене Потому Что У меня Тут Уже Слишком Много Все Произошло То Тогда Это Значит Что У Бога Есть Лучший Человек Для Вас Чем Он И Бог Вам Это Докажет Потом Вот Или Второй Вариант Он Решает А вот Он Очень Просто Понять У вас Сердце Появится Абсолютная Легкость И У вас Проблема Что Муж Не Возвращается Закончится Полностью Нет Это Рано Еще Я Вижу Что Вы Только На Начале Третьего Этапа Всегда Даже На втором Этапе Человек Успокаивается Даже На первом Успокаивается Но Вот Теперь Видите Вы Сами Не Знаете Хотите Вы Его Возвращать Или Нет У вас Сомнения В этом Плане Нет Я Помощу Дети Бога И Сына Пройдите Третий Этап Или Он Вернется Или Бог Даст Другого Немедленно Потому Что У Бога Нет Такого Чтобы Он Искал Мужиков Вот Допустим Вы Ждете Когда В супермаркете Появится Какой То Товар Но У Бога Понимаете Товары Завались То Ему Не Надо Ждать Если Человек Проходит Свой Этап Немедленно Получает Человек Но Вы Не Прошли Свой Этап Третий Поэтому На этом Третьем Этапе Сначала У мужа Появится Чувство Что Он Виноват И Сильное Желание Вернуться Но Если Он Все Таки Решит Остаться Это Его Выбор Будет Бог Дает Выбор Человеку Он На нем Поставит Точку Тогда В этом Случай И Даст Вам Сразу Другого Человека Все Или Наоборот Он Вернется Какой У нас Сейчас Труд И Мне Тяжело И Сможно Все Делать Я Вроде Отдаю Но Как Что Не Получается Что Можно Сделать Ну Не Волнуйся Скоро Получится Все Нормально Чуть Еще Подождите Три Меся И Все Начнет Получаться Это Не Проблема Ну В очках Вот И Ушко Она Думает Я Самая Красивая Здесь Олег Геннадьевич Меня Обязательно Спросит Да Люди Так Думают Я Не Спрашиваю Спасибо Геннадьевич Что Вы Приятный Я Хотела Попросить Ваше Наставление Потому Что Я Понимаешь Я Очень сильно Запуталась У меня Друзья Слава Богу Все Хорошо У меня Муж Ребен У нас Бизнес Но Я Наверное Сильно В бизнесе Я Не знаю Как Быть Правильной Женщиной Я Очень Люблю Наш Бизнес Очень Люблю Работать И При этом Хочу Быть Хорошей Мамой Хорошей Женой Все Отлично Все У вас Хорошо Как Неожидите Дайте Нас Дайте Пожалуйста Знаете Как Называется Вопрос Олег Геннадьевич Мне Ничего Не надо От вас У меня И так Все Хорошо Просто Благословите Меня И все Ну и дети Я вас Благословлю Все У вас Будет Хорошо Все Видите Вопросов Больше Нет Все Нормально Один Вопрос Я Малыш Не делаю Четыритки И Надеюсь Мисс Не надо Делать Прививки Он такой Болезненный Ребенок Его надо Больше На свежем Воздухе Держать Я вам Дам Сейчас Несколько Советов Которые Вам Сильно Помогут Первый Совет Добавляйте Очень Маленькие Дозы Буквально Пол Иголочки Хвои Сосны Ёлки Пихты Постоянно Воду Своих Детей Это Обезопасит Их От любых Вирусных Инфекций Первое Правило Второе Можно Поставить Веточки С сосной С елкой Вообще У себя В доме Это Тоже Дает Очень Сильную Защиту Вот Третье Запомните Инфекция Сгорает В движении На природе Надо Надо Больше Двигаться С ребенком Пускай Он Бегает Много Бегает То есть В этом Движении Ребенок Сжигает Все Инфекции Дальше Также Кишечная Инфекция Побеждает Полынь Тоже Микродозы Буквально Маленькие Дозы Полыни Добавлять Водичку Там Пускай Пьет Вот Зверобой Тоже Тоже Побеждает Кишечная Инфекция Половые Инфекции Вот Такие Вот Простые Советы Ну то есть Все эти Мин Гиты Там Энцефалиты Побеждает Хвоя Дома Должна Стоять И Хвоя Добавляется Пол иголочки Буквально В стакан Воды И Ребенок Пьет Все Вот Такие Простые Вещи Могут Победить Есть Еще Имбирь Он Тоже Побежает Вирусная Инфекция Тоже Можно Чуть Чуть Выжимать Капельку Имбиря И Добавлять Воду Дети Пьют Тоже Это Дает Силу Побеждать Все Такие Простые Вещи Горчица Еще Желтая Горчица Можно Добавлять В пищу Или Вот Допустим Ребенок Чуть Начал Насморк Пошел Прямо Носочки Носочки Берете С горчицей Насыпаете Горчицу Можно Порошок Прямо В носки И спать Все И легче Ребенку Станет Горчица Убивает Вирус Тоже Вот Такие Простые Вещи Прививки Это Опасная Вещь Можно Вообще Сильно Травмировать Иммунитет Ребенка Это Неоднозначная Вещь То есть Поэтому Я не советую Именно Эти Способы Есть Куча Способов Защищаться От Инфекции Например Гепатит Лечит Хорошо Косточка Манго Допустим Тоже Она такая Горький вкус Имеет Можно Порошочек И сделать Из нее И так Капельку Добавлять Допустим Воду В миопатические Дозы Не будет Чувствоваться Ничего Но зато Будет Защита От Вируса Гепатита Ну и так далее Есть много Таких Народных Способов Простых Ну Хорошо Вы спросите Где женщина Что у вас Там Срочно Нет Такие вопросы Создавать Нельзя Это Запрещено Я Сколько Месяцев Назад Переехала Сюда Семьей Все Хорошо Может Вышли на Работу Но Как-то Финансов И молюсь Скоро Пойдут Все нормально У вас Все Хорошо Вы хотели Со мной Поговорить Поговорили Все Давайте Дальше Есть люди У которых Вопрос Есть Дайте Вопрос Спасибо Мне записки Писать не надо Я на них Не отвечаю Нет Я сейчас Объясню Почему Вот вы С фотографии Целуетесь Нет Нет С человеком Да Вот точно Так же Я С человеком Общаюсь А не С запиской Я вижу Судьбу Человек А не Записки Нет Судьбы Ваш вопрос Здравствуйте Олиминалич Хотелось спросить Такой вопрос Я никогда Не могу Своить Очень Очень А вам надо Надо Точно Точно Вот я Не уверен В этом Есть Как бы У женщин Есть Определенные Моменты Которые Они часто Не понимают Но они Указывают На то Что не надо Вот если Женщине Допустим Одно И хорошо Прям Супер Это значит Что и личная Жизнь Не нужна И она Никогда Мужчину Не выберет За место Этого Комфорта Внутреннего Который Она испытывает Это первое Второе Это первая Засада Вторая Засада Это Ну Глубокое Чувство Какому-то Человеку Которого В жизни Уже Нет Может быть Он ушел Из жизни И так далее Если это Глубокое Чувство Осталось То до свидания Как бы Следующее Это невозможно Потому что Сердце Не делится На два Если в сердце Кто-то остался Значит Тогда Следующего Не будет Третья Еще проблема Часто Женщины Они Очень сильно Погружаются В духовную Жизнь И они На таком этапе Погружения Внутреннем Они чувствуют Что Семейная Жизнь Будет Мешать им Их развитию И тогда В этом случае Бог тоже Не дает Муж Нет Я просто Задал Вам вопрос Вы точно Уверены Что вам Это надо Или нет Потому что Если вы уверены Значит Тогда вы убрать Эти три Фактора Из своей жизни Должны Вы не убрали Этот фактор Он остался У вас Фактор Вашего Внутреннего Комфорта И вы тоже Не убрали Потому что Ваша планка Которую вы ставите Перед мужчинами Она выше Вашей судьбы Это означает Что ваш Внутренний комфорт Он Превышает Вашу потребность Вы должны Понять Что такого человека Как этот Вы уже не встретите Поэтому Это еще одна Проблема Которую Вы должны знать А как тогда Успокоиться Что Вы Опустите И Сразу И Вы Давайте Днем Что Есть Понимаете Человек Живя Он всегда Должен Развиться До такой Стадии Что он Должен Понимать Бога Чувство Вечности Чистоты Отношений С высшей С высшей Истиной На этой Стадии Потребность В близком Человеке Отпадает Но вы Как бы Не дошли Пока до Этой стадии Вот И поэтому Потребность В близком Человеке У вас Есть Поэтому Вы должны Молиться Богу О том Чтобы он Подготовил Ваше сердце К тому Чтобы вы Могли Войти Замуж Но сейчас Ваше сердце К этому Не готово И поэтому Я не могу Вам Там Где Но такие Вопросы Как бы Я не могу Вам ответить На них Потому что Ваше сердце Оно Не настроено На этот лад Вот если Будет настроено Я вам сразу Скажу То есть Это уже Ваша Внутренняя Работа Сегодня Будет Конфета Пат Будьте Счастливы Вот такая Витя Можно я Сильная Такая Девушка Видите Ну дайте Ей Сильной Девушке Задать Вопрос Большое Спасибо Добрый вечер Илья Геннадьевич Очень давно Хотела попасть Вам Наконец-то Я здесь Вопрос А что мешало Попасть Была На третьем Включение Сына Аа У меня И вопрос Восстание Ему Сейчас Восстание Года Подрудился Очень Много Раньше Положенного Срока В результате Это Было Поражение Белого Мозда Обширная И На сегодняшний день Ставят Диагноз ДСП Два с половиной Года Он Не сидит Не переворачивается И Есть еще Трофе Два с половиной Два с половиной Затем Работала Уже Много Дет Дыли Я И Лечу И Реабилитация И Морюсь Но Что Увлечь И Следоваться Вам Надо найти Какую-нибудь Крупную Елку Ель И Этот Ребенок Должен Рядом С этим Деревом Находиться По 35 минут В день Прямо Дом Прямо Нет Вот Надо Прямо Возить К этому Дереву Ребенка И Сажать Его Рядом С ним Чтоб Он Сидел Рядом С деревом Ну Одевать Соответственно Чтоб Он Не Простыл И Вот Если Вы Вот Таких Порядка 30 сеансов Сделайте Довольно Часто Может Быть Не Каждый Но Почти Каждый День То У Ребенка Начнутся Серьезные Изменения В лучшую Сторон В Организме Им На Ель Да Прошу Спасибо У Ребенка Скопилась Определенная Энергия В организме Напряжение Такого Внутреннего Это напряжение Убирается Или крупным Животным Больше всего Корова Подходит Или Деревом Ну То есть В данном Случае Больше всего Ёлка Подходит А из Животных Больше всего Коровы А? Нет Дельфины Плавают А надо Чтобы корова Лежала Сидела Животное Должно Не двигаться И ребенок Сидит Рядом С ним И он Наполняется Определенной Энергией Которая Убирает Напряжение Ну то есть Все виды Лечения Помогут Только Когда Напряжение Уйдет Нужна Живая Энергия Для этого Живого Объекта Понимаете Постарайтесь До наступления Холодов С деревом Разобраться А с коровой Можно В любое время Года Вы бесконечный Мои хорошие А я Конечный Мужчине Мужчине Да Ну конечно Мужчина же Мало Мужчин Давайте Можно просто Сказать Здравствуйте Я вас слушаю Две недели Я считаю Что это случайность Просто в жизни Ну это очень мало Вы уверены Что вы услышите Мой совет Я Скажу У меня такая Классическая Ситуация За эти две недели Послушаю Много Лиц Я Бросил Супругу С двумя Лицами Она оказалась Она такая же Как и супруга Как вы говорили Ты просто Нашла И за 4 4 года 5 лет Она ушла Ну видите Женщины Все одинаковые Думали Что лучше найдете А все Одинаковые Женщины Я Умер Мужчина А Я Бросил Супругу Ну это вообще Патровая ситуация Да Патровая ситуация И Она ушла И Говорится Ну Я тоже Я Немного Ну Я Немного К этому Ксоль Ну Чаще Такой Национальный Где-то Ну Нормальный Вы Какой есть Такой есть В чем ваш вопрос Мой вопрос Я Сказался Все это время Вернуть Супругу Да Вторую Вторую А это бесполезно Вот Как говорится В том Когда Она Заболела Акчеледия Супруга И Я Это Ну Я Как-то чувствую Свою ответственность И Все это время Помогает Помогает Вам не надо Ее возвращать Надо успокоиться Видите Я же вам говорю Вы не услышите Меня Нет Я хочу сказать Что я Съездил в первое Желево Вот это тоже Другое Другое решение Это сложное решение Потому что Я сейчас Вам объясню Смотрите У человека Есть прелесть В жизни Или мечта Вот эту мечту Олицетворяет Вторая девушка Ваша То есть У вас Сердце Горит По ней А у человека Есть Также Судьба Судьба Она Отличается От мечты Судьба Это человек Который Может тебе Заботиться О тебе Служить Быть верным Но при этом Он не вызывает Какого-то Жгущего Чувства В сердце Этот человек И разумные люди Они идут Путем Бога Путем знания И они Выбирают Судьбу А не мечту Они разумные люди Выбирают мечту И всегда Разрушают Свою жизнь Вот с этой второй девушкой Что бы вы ни делали Как бы вы ни хотели У вас нет Никакой возможности С ней остаться вместе И причина заключается Очень простая Банальная Вы очень похожи То есть Вы Оба эмоциональные Как бы Оба такие Импульсивные Да это Ладно Бог с ним Зодиак Да и все И это значит Что вы вместе Одинаковые знаки Отталкиваются То есть Вы не сможете Быть вместе Вот Но это просто Не важно Это я вам Вашими словами Объяснил Я просто Не у каждого человека На земле Мечта всегда Вместе с вами Не будет С вами будет Тот человек Которого хочет Бог А не хотите вы Но вы можете Не остаться С женой Допустим Но дальше Все равно Вы сможете Остаться Только с человеком Который не будет Вашей мечтой То есть Другими словами Вы как бы Променяете Шила на мылу Ну то есть Вот найти себе Девушку такую Которая бы Вам вызывало Очень сильное Чувство в сердце И чтобы Еще она была Вашей женой Такого не бывает Почему Кто спросил Почему Потому что В этом мире Бог никогда Не позволит Привязаться К человеку Больше чем К нему Вот почему Потому что Это проклятие Человек Который Так сильно Привязался К человеку Он забывает Все Он слепнет И он никогда Не сможет Развиваться Духовно А это значит Что этот человек Обязательно Потеряет Потом этого человека Потому что Его жизнь Идет в тупик Бог же в сердце Находится Он видит Что не туда Человека понесло Вот почему Вы говорите О том Потому что Вы не понимаете Что такое любовь Любовь Это не это чувство Щемящее Понимаете Любовь Это когда ты Служишь Заботишься О человеке Бог Дает в виде Награды Очень чистое Светлое Чувство По отношению К человеку Что ты Выполнил Свой долг Что ты Как бы И это чувство Выше Чище И лучше Чем Вот это вот Щемящее Вот это вот Чувство Наслаждения Которое я хочу Испытывать От человека Нет Еще вопрос Я просто Своим Занимался Очень Подно Йогой Есть Семинар В Крым Везде И У меня Просто Пощад Обощад Чуть Чуть Обощад Это когда Человек Принимает Решение Которое Угодно Богу А не Ему Вот это И есть Отреченная Жизнь Ну то есть Ашрам Это просто Для вас Как бы Фантазии Зачем Тогда Спрашивать Хорошо Станьте Сильным Сделайте Правильный Шаг Получите Счастье От Бога Не Сможете Сделать Не Ждите Того Чего Не Надо Ждать От Судьбы Этой Девушки С вами Не Будет Если Так Сделаете Получите От него Свою Милость Спасибо Разумный Человек Так Нельзя Делать Это Не По Правилу Вот Девушка Светлая Волосы Да Да Олег Геннадьевич Продолжение Я У вас Была Год Назад У меня Была Тяжелая Судьба А Сейчас Легкая Да Меня Муж Замучил Я Не знаю Сколько Еще Муж Мучить Представьте Как Хорошо У Некоторых Вообще Никого Мучить Поднимите Руку Вот Кто Хотел Чтобы Муж Замучил А Нет Я Уже Просто На Все Разгласно Я Все Примела Я Ничего Не Хочу Супер Вот Значит Скоро Все Поменяется Если Вы От него Уже Ничего Не Хотите Значит Уже Незачем Страдать У меня Один Знакомый Пришел К Наставник Говорит Я Уже Все От Жены Принял Ничего От Него Не Хочу Может Мне Монахи Подать Податься Наставник Уже Супер Сейчас У Начинается Счастливая Семейная Жизнь Так И Получилось Он Уже Не с вами Что Ли Как Он Вас Мучает Тогда Характер Уже Лучше Стали Надо Продолжать Слушайте Слушайте Вот это Очень важно Понять Что Человека Надо Стать Выше Принципов Своих Все Это Делайте Все Вы 100% Получите Все Назад В своей Жизни А если Он Не Вернется То Еще Лучше Получше У вас Нет Такого Что Вы Должны Быть Одинокой Судьбе Понимаете Просто Вы Очень Збалмошная И Это Не Первый Случай Когда Вы Мужика На Потолок Послали Понимаете Вот Да Это Уже Не Первый Случай Вот Ну Чтоб На Потолок Представляете Человек Полез Это Что Надо Сделать Вот Ну То 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 Ну Все Точка Надо Теперь Ей Уже Менять Свой Характер Больше Никакого Мужика Не Получит Муж Вернется Когда Начнет Себя Вести Хорошо Все Бог Уже Вами Недоволен Ну Судитесь Не Давайте Ему Имущество Но Его При этом Как бы Не Вините В этом Он Просто Он Просто Хочет Вам Доказать Что Он Сильный Ну Так Признайте Его Сильным И Не Отдавайте Ему Ничего Я Ему Сказала Во Всем Правда Я Духая Женщина Я Во Всем Ненаважа Все Но Квартиру Не Отдам Правильно Мне Не Нужно Другого Человека Это Бог Решает Бог Решает Пока Он Не Решил Это Он Пока Рядом С Вами Оставил Этого Он Рядом Он Человек Я Хочу Понимать Ну Он Пока Как Ваш Но Вы Не Можете Быть Вместе Потому Что Вас Не Хватает Сил Вас Характера Не Хватает Просто Мне Не Надо С Разводить А Он Не Разводится С Вами Что Или Я Ему Один Раз Год Назад Сказала Что Бог Развод С Библии И Все Он Прекратился Разводит Не Разводится Ну Станьте Лучше Он Вернется Может Он Производитель Ему Надо Больше Есть Такие Мужчины Они Надо Трое От Одной Потом Трое От Другой Он Не Может Успокоиться Просто Согласайтесь Совсем Говорит Что Он Не Любит Что Жить За Мно Не Будет Никогда Не Слушайте Мы Все Знаем Эту Тему Это Все Вот Если Допустим Я Какого Кого То Не Люблю Чем Не Об Об этом Говорит Вообще Ну Не Люблю И Не Люблю Господи У Никакого Желания Вообще С ним Говорит Нет Но Если У меня Человек Постоянно Звонит И Говорит Я Тебя Не Люблю Я Тебя Не Люблю Ну Значит Надо Как То По Другому Это Понять Спасибо Али Не Ничего Можно Нет Нельзя Это Я Решаю Видите Вы Какая Сильная Смиренная Учитесь Быть Смиренной Все У вас Жизнь Будет Хорошо Ну Давайте Спасибо Нет Нет Надо При Всех А Спросите Он Не 50 Лет У меня Тоже Личная Жизнь Мне Презвожили Замуж Я Два Месяца Возвращаюсь По Религиозным Соображениям Не Подход Я Хочу Наоборот Духовно Расти Он Не Подходит По Религиозным Соображениям Ну А В Чем Вопрос Ну У Меня Что Останавливает Все Быстро Быстро В Женке Но Все Мужчины Хотят Быстро Все Мужчины Хотят Быстро А Женщины Должны Делать Медленно Вот Такая Борьба Идет Все Я Понял Подходите Сюда Все Благословляю Все Благословляю Нет Нельзя Целовать Нельзя Жена Не Разрешает Она Хотела Благословения Боится Она Боится Страшно Очень Страшно Замуж Любой Женщины Все Нормально Все Я все Знаю Все Нормально Все Выходите Замуж Не бойтесь Ничего Будете С ним Мучиться Как Все Если Сдадите Свои Экзамены То Будете Счастливы Очень Разумно Обязательно Все У вас Получится Он Видите Он хороший Человек Очень Верующий Вы Тоже Все Нормально Просто У каждого Есть Свои Принципы И Надо Учиться Принимать Что-то Не так Я говорю Что-то Не так Говорю Все Нормально Все Хорошо Здравствуйте Спасибо Замечательные Лекции Пока Голова Аж Голова Разберет Все Нервничает У меня Несколько Вопросов Первый Вопрос У меня Папа Более Перенес Инсульт И И И Потом Через Небольшое Количество Времени У него Противовалось Как Крена И Ей Была Всюка Ампутация И Сейчас Получается Он Восстановился Но При этом Еще Следствие Инсульта Чувствует Себя Ну Так В чем Ваш Вопрос Кому Чем Попомогу Молитвой Но Вы Не Решаете Будет Он Житель Или Нет Это Бог Решает Пока Не Решено Я Не Знаю Что Он Ответ Он Очень Сильный Человек Он Мог Уйти Из Жизни К Ему Приходила Эта Дама Беленькая Вот Но Она Что Не Захотела Его Забирать Вот Я Не Знаю Что Дальше Будет У Него Он Все На Болоске Висит Сейчас Я Не Знаю Если Вы Будете Молиться Бог Может Выберет Ваше Решение Такое Может Быть Уполнение Он Так Активистично Относится Все Журко Переводит Так С Я Поэтому Говорю Что Человек Необычный Он Достоин Жить На Земле Но Все Равно Бог Решает Спасибо И Второй Попрос У У меня Супруг Уже В течение Пяти Лет Сложность В бизнесе И Когда Вот Этот Период Закончится Потому Что Он Сильный Человек Он Со Всем Справляется Но Порой Даже Жалко Помочь Ничем Немнож Но Продолжает Не опускает Руки Идет Дальше И я бы Хотела Знать Когда Этот Период Закончится Потому Что Это уже Пять Богом К вам Относится Никак Ко Всем Он Вас Немножко Мучает Чтоб Вы Развивались Это Не спрашивайте Меня Когда Что Закончится Бог Решит Когда Что Закончится Плохой Период У него Уже Закончился Вот Ну Все Равно Бог Хочет Чтоб Вы Развивались Поэтому Он Будет К вам Особенно Относиться Спасибо Бог Спасибо Видите Я даже Вам Не был Способен Вам Отказать Спасибо Видите У вас Сильная Очень Связь Богом Спасибо Ладно Мои Хорошие Я Вижу Что Возникла Вот Эта Проблема У вас Понимание Что Такое Любовь Правда То есть Вы Ну Как Не Понимаете Что Это Такое Любленность Это Не Любовь Любленность Это Наша Мечта Это То Что Мы Хотим В этом мире Но Любовь Сама По Себе Она Сложнее Надо Понять Что Любовь Сама По Себе Она Тоже Есть Между Мужчиной И Женщиной Существует Но Она Соткана Из Других Чувств Это Чувство Чистоты Веры Верности Глубины Отношений Вот Это Такие Чувства Они Очень Светлую Природу Имеют И Они Оставляют Людей Даже Вместе В следующей Жизни Вот Эти Чувства Это Есть Любовь Настоящая А Влюбленность Это Наша Мечта Получить Какой-то Подарок Понимаете В отношениях С Человек Это Есть Влюбленность Это Желание Подарка Сама По себе Влюбленность Это Хорошо В ней Ничего Плохого Нет Просто Есть Разные Степени Влюбленности Понимаете И Есть Такая Степень Которая Называется Любовь Вера Вот Эта Степень Влюбленности Она Ослепляет Человек Человек Теряет Себя И Поэтому Богу Это Не нравится Ну То есть Эта Степень Влюбленности Не дает Человеку Жить Нормально Потому Что Человек Понимаете Человек Влюбляется В человека Как в Бога Потому Что Есть Причина Я Эту Причину Вам Вчера Называл Причина Заключается В том Что Бог Освящает В Человеке Божественное И Человеку Очень Трудно Отличить Это От Бога Ну То Человек Смотрит На Человека И Видит В нем Божественное Потому Что В человеке Есть Божественное Но Человек Это Не Бог Понимаете Ну То Есть Солнце А Есть Маленькая Искорка Вот Такая Разница Между Нами И В Человеке Как Есть Божественное Так И Греховное В нем Это Он В нем Греховного Не Видит И Вот Это Видение Только Божественное Может Прийти В такую Стадию Очень Сильного Резонанса Что Человек Начинает Отождествлять Человека С Богом Он Начинает Так Воспринимать Человека Что Он Ну Как Считает Что Как У меня Вечное Отношение С этим Человеком Что Мы Вечно Любим Друг Друг Понимаете Вот Так Это Очень Опасное Чувство Оно Несомненно Уводит Человека От Бога Потому Что Это Чувство Должно Возникнуть Именно Богу У Человека Надо Все Так Вот Эти Прожектора Выключить Которые Вы Поставили На Отражение Потому Что Они Все Равно Меня Слепят Через Отражение Тоже Через Очки У меня Очень Больные Такие Чувствительные Глаза Поэтому Надо Выключить Эти Прожектора У нас Есть Организаторы Здесь Нет Да Да Надо Выключить Их Потому Что У меня Так Сияния Хватает Как Без Прожектора Не Не Это Свет Не Свет Надо Включить А Вот Эти Да Вам Хватает Сияния От Меня Нормально Все Не Скучно То Есть Нормально Все Да Хорошо Я уже лекцию начал У меня уже Да Уже 7 часов У нас Я рад вас всех видеть Добрый вечер Спасибо Что вы пришли Наши Если кто-то Первый раз пришел Не удивляйтесь Я такой Юморист Вообще Как бы Постоянно шучу Поэтому Ну так вот Песенки Включаю Разные Ну так Лучше Люди Усваивают Материал Еще один Момент Который Надо Знать Что Любви Человек Должен Быть Достоин Вот Когда Возникает Влюбленность Это Чувство Очень Сильное Дается Богом Как Подарок Ну Есть Несколько Таких Подарков У Человека Например Таким же Подарком Является Любовь Ребенку Ну то есть Бог Матери Просто Освещает Душу Вот прям Открывает Самое чистое Светлое В ребенке И это Он делает На всю Жизнь Вот такой Подарок На всю Жизнь Вот это Ну для того Чтобы такой Подарок Получить Надо родиться Только в женском Теле И Потому что Женщина рожает Ребенка Она получает Такой подарок Видеть Чистоту В человеке Всю Жизнь Ну то есть В каждом Человеке Есть чистота Но мать Да имеет Такую возможность Видеть чистоту В человеке Всю жизнь Но она Не всегда Имеет Возможность К этому Правильно Относиться Потому что Люди Видя чистоту Они не понимают Что ей надо Служить Они хотят Ей пользоваться И вот это Желание Пользоваться Чистотой Называется Привязанностью Каждая мать Имеет Огромную силу Привязанности К своему Ребенку И это Ну какая-то Сила Привязанности Допускается Но какая-то Сила Привязанности Приводит К тому Что ребенок Начинает Звереть Наглеть И отторгает Свою мать От себя Потому что Он не может Отдать ей назад То Что она От него хочет Понимаете Человек Отличается От Бога Тем Что у него Очень ограниченная Возможность Возвращать Любовь Ну то есть У нас Когда нас Очень сильно Любят Какая-то степень Любви У нас бывает Такая сильная Что человек Не в силах Вернуть А Бог Всегда в силах Понимаете В этой разнице Но самое главное Вы должны Понять Проблему Проблема Заключается В том Что когда мы Видим чистоту В человеке Вот эту глубокую Ну как подарок Не как достижение Как подарок Ну как влюбленность Вот это вот Человек Всегда Воспринимает Это как то Чем надо Пользоваться А не Чему надо Служить Потому что Мы не развитые Понимаете И вот это Желание Пользоваться Чистотой Называется Привязанность К человеку Человек Слепнет От человека Начинает Привязываться К ним Понимаете И он Теряет себя В этой Привязанности И когда Человек Теряет Себя В отношениях То Это всегда Приводит К тому Что он Теряет Так же И человек Потому что С потерянным Человеком Жить Никто Не хочет Причем Интересно Знать Что Любовь Вера Не может Быть Взаимной Между Людьми Вот Такое Сильное Чувство Такое Такое Ослепляющее Оно не может Быть Взаимным Между Людьми Потому что Это может Быть Только Между Святыми Людьми Потому что Это чувство Вот это Сильное Такое Чувство Это Как Ускоритель Понимаете Очень Сильный Ускоритель Который Возможно Ускоряться Любовь Может Только Между Абсолютно Чистыми Сердцами Если В сердце Есть Эгоизм А Эгоизм Означает Желание Себе Желание Себе Вот Этот Эгоизм Он Замедляет Движение Любви В Другую Сторону Ну Допустим То есть Что такое Влюбленность Это значит Я беру Любовь На себя Я вот Ее Упитываю Очень сильно Да И Назад Я не могу Потому что У меня Ни сердце На это Не направлено У меня нет Достаточно Такой Чистоты В сердце Чтобы Столько Же Отдавать Назад Понимаете Когда Человек Собирает Забирает Забирает Тот Человек Который Тоже Любил Он Может Сильно Любил Но Он Видит Что У него Как-то Теряется Любовь Он Чувствует Что Что-то Вроде Хороший Человек Но Как-то У меня Что-то В сердце Все меньше И меньше К нему Чувствует Потому что Тот Забирает На себя Поднимите У кого Так Получилось Вот Вас Очень Сильно Любили А Вы Как-бы Вообще Уже Не можете Любить Представить Пришлось Бросить Человека То есть Невыносимо Так Жить Я Именно Об этом Говорю Я говорю О таком Несчастной Любви Когда Человек Настолько Сильно Начинает Верить В человека Потому что У него Причем Интересно Знать Что Если Человек Верит В Бога Достаточно Сильно Он Человека Так Верить Уже Никогда Не Будет Потому что Это Чувство Веры Он Отдает Богу И Это Правильное Решение Вот В этом Случа Это Чувство Веры К Богу Оно Будет Возрастать Возрастать И Превратиться В сильное Чувство Которое Мы Так Ждем В жизни Это Чувство Называется Любой Богу И Оно Абсолютно Взаимное Человек Входит В духовный Транс То есть Он Испытывает Такое Счастье Которое Мы Испытывали Только Может Быть Какое То Время В жизни Когда Сильно Влюблялись А Человек Постоянно Уже После Этого Испытывает Чтобы нам Возвращать Назад Столько Сколько Мы Хотим Но Понимаете Надо Понять Просто У кого Такое Чувство Возникает У человека С абсолютно Чистым Сердцем Он Богу Отдает Не берет От Бога Вот Как мы Хотим Любовь Мы Хотим Взять А Человек Служит Служит Богу И Потом Раз В какой-то Момент Бог Наполнился Этим Чувством Чистоты Человека И Ему Назад Раз И Пошел Отдавать Это Называется Взаимно То есть Бог Показался Дал Свою Милость И Человек Потом Сразу Назад Отдает Богу Он Не хочет Ни секунды Это в сердце Держать В Священных Писаниях Описываются Такие Ситуации Что Люди Когда Видят Ну Как бы Имеют Отношение С Богом Они Падают В Духовном Трансе И Проклинают Это Чувство Падают От счастья И Проклинают Это Счастье Ну Человек Если Упал От счастья Он Ничего Не Будет Проклинать Обычный Думает О Вот Это Классно Понимаете Но Чистый Человек Возвышенный Он В это Время Не Хочет Счастья Себе Он Хочет Служить Вот В этом И Заключается Квалификация Человека Который И И И И И И Право Любить Бога Понимаете То есть Его Сердце Нацелено На Служение А Не На То Чтобы Брать И Ему Личного Счастья Вообще Не Надо Понимаете В этом Мире Так Устроено Все Не Только В отношении С Богом Чем Больше Человек Отдает Счастье Тем Больше Бог Ему Возвращает Назад Но Чем Больше Человек Хочет Счастья Тем Меньше Получает Вот Так Устроено В этом Мире И Максимальное Желание Счастья Когда Человек Одинокий Он Постоянно Думает Когда Я выйду Замуж Когда Женюсь Это Патовая Ситуация Абсолютно То есть В это Время Человек Вообще Никогда Не выйдет Не женится Потому Что Ему Надо Переключиться С себя На Других Ему Надо Начать Отдавать И Тогда Он Получит То Что Он Хочет Это Единственный Способ Получить Вообще В этом Мире Хоть Ты Все Равно Хочешь Этого Но Ты Пересиливаешь Себя И Начинаешь Жить По Другому Не Думать Не Мечтать Не Желать А Действовать Что Делать Для Других Людей В Это Время Бог Отдает То Что Тебе Надо Понятно Как Устроен Этот Мир Это Ожидание Постоянное Оно Не Поможет Можно Ждать Хоть Вечность Что Делать Всем Желать Счастья Для начала Это Бесплатно Вообще То Есть Деньги Платить Всем Желать Счастья Рад Вы Желаете Всем Счастья Нет Вот Это Надо Делать Своё Сердце Переворачивать На Других Людей Потом Когда Оно Перевернуто На Других Людей У вас Вообще Не Будет Девушек Голых Посмотреть Ему Даже Не Надо Говорить Что Делать Он Сразу В интернет Заходит Как И Лазит Там Вот Понимаете То есть Вообще Не Надо Ему Говорить Точно Так Жить Человек Который Хочет Служить Заботиться От Других Он Вообще Ему Не Надо Говорить Что Делать У Него Прямо Само Это Изнутри Идет Или Человек Допустим Возвышенного Ну То есть Не Надо Ему Это Рассказывать Как Настроен Человек Который Хочет Отдавать Он Настроен Очень Сильно Жизнерадостно И Вот Допустим Как Взять Девушке Пример Как Она Выглядит Которая Хочет Отдавать Хочет Всех Любить Вот Примерно Так И дальше В этой Песне Можно Увидеть И припев В припеве Она Описывает Как Будет Дальше В ее жизни обычно все едут. Чем занимаются? Ждут, когда приедут. Вот, мучаются. Маки, тетельпаны нам встречаются. Теперь дальше смотрите, интересно, как она поет дальше. Она чувствует в себе силу. Такой человек, который любит все, он знает, что у него хороший результат в жизни будет. Не мечтает, не скучает о ком-то, а любит все. Это и есть сила женская. Вот я описываю вам, как она выглядит. Что она говорит? Она говорит, слушай, ты не сильно смотри на меня. Могут быть проблемы. Девушки обычно, вот я все открыл, а все, что не смотрят? Понимаете, неправильное мышление. Надо всех любить, отдавать всем свою любовь, служить всем. И в твое сердце, в женское сердце, появится такая сила, что ты будешь наоборот всем говорить, слушай, ну ты не сильно смотри, и проблемы начнутся у тебя. Понимаете? Вот так будет мыслить человек уже, потому что он сильный, наполненный. Так человек должен жить. Не надо думать, у тебя такая вот несчастная, одинокая. Почему несчастная? Если Бог дал женское тело, значит, у тебя есть огромная сила женская. Ты просто неправильно настроена. Используй ее правильно, и все будет нормально. Услышали меня? Нет? Мы говорим сегодня с вами о природе мужчины и женщины. Говорим о том, что прежде чем разбираться в этой природе, надо разбираться, сначала разобраться в природе любви. Надо понять, как устроена любовь. Если человек этого не понимает, он может себя потерять в отношениях. Это очень сильная вещь, опасная вообще в жизни. И это не касается не только тех, кто замуж уходит, а даже тех, кто живут семейной жизнью. Потому что возникают отношения между мужем и женой. В этих отношениях нужно очень внимательно разбираться. Нужно понимать, что нельзя впадать в зависимость от человека. То есть униженным, когда человек униженным в отношениях становится, он теряет красоту. Что мужчина, что женщина. Нельзя в этих отношениях гордиться собой, понукать близким человеком, делать его слабым. Нельзя в этих отношениях вести себя настойчиво и жестко, потому что это разрушает любовь. То, что Бог дал, это разрушает жесткость. То есть не надо чувствовать себя Богом в отношениях с близким человеком. Надо вести себя деликатно очень. Несмотря на то, что этот человек будет тебя испытывать. Когда второго халифа заставили принять руководство над всеми мусульманами, он посмотрел на всех и сказал, вы готовы, что я буду испытывать вас? Все сказали, мы готовы, испытывай нас. Он тогда сказал, тогда я готов, что вы будете испытывать меня. Это называется любовь. Когда люди встречаются вместе, они должны такие слова сказать друг другу. Они не должны думать, что я сейчас буду счастье тут получать. А должны вот эти вот слова сказать, что мы готовы, что меня будут испытывать. Ты меня будешь испытывать, я готова. Но мне придется тебя испытывать. С этим ничего не сделать, что так устроена жизнь. Если люди готовы друг друга испытывать, это называется любовь. Потому что некоторые люди думают, что любовь означает наслаждаться человеком. Но какое-то время, может быть, и получится. Но не сильно долго. И чем больше человек наслаждает, кстати, вот мужчина это понял в своей жизни, тем меньше шансов с ним быть рядом. Он отлетает от твоей судьбы, как птица, вылетающая из клетки. Мы не можем своей любовью примагнитить человека. Он принадлежит Богу. Чем больше мы его рядом с собой держим, тем он больше улетает от тебя. Так, мужчина и женщина есть характер. Этот характер идет от Бога. Надо так понимать. И тогда придет в семью уважение. Вот что такое уважение? Это понимание, что у женщины есть божественные качества. Уважение к женщине означает понять, что у нее есть божественные качества. Какие божественные качества есть у женщины? Это качества не принадлежат человеку, это принадлежат Богу. Это Бог ее наделил этими качествами. И поэтому её надо уважать. Качество доброты. Доброта — это женская энергия. Даже мужчина получает доброту от матери. То есть доброта — это женская энергия, не мужская. Доброта, сострадание, нежность, скромность, смирение, простота. Сердечность, чистота, желание заботиться, верность, вера в Любовь. Эти качества природные, которые женщины получают от Бога. И когда мужчина уважает эти качества, вообще, вообще просто уважает эти качества, он достоин хорошего отношения жены к себе. Что значит уважать эти качества? Это значит, что человек, любой человек к женщине должен относиться очень деликатно, очень по-доброму, очень смиренно, очень тактично, очень нежно, ласково и желая заботиться о ней. Видите, я перечислил все женские качества. Ну то есть, если ты хочешь жить в атмосфере вот этих качеств, то делай всё сам так же. И тогда ты получишь в своей жизни такую атмосферу. Но если ты неделикатно ведёшь себя женщиной, ненежно, неверно, незаботливо, то значит, тогда ты не получишь этого всего. Потому что Бог будет против. Он не даст тебе возможность наслаждаться женской энергией. И при этом ты как бы хочешь, чтобы она тебя любила. Но если ты не даёшь ей то, что ей нужно, то тогда ты не получишь и любви. Ну то есть, причём интересно знать, что женщине сначала от мужчины надо ни храбрости, ни смелости. У мужчины есть божественные качества. Мы их перечислим позже. Но женщине от мужчины сначала надо ни храбрость, ни смелость, ни твёрдость, ни ответственность. А именно женское ей нужно от мужчины, именно женское. Ей сначала нужно от мужчины ласковость, нежность, заботливость, мягкость, доброта. Потому что иначе она с ним даже жить не сможет. Вот мужчины часто бывают сильные, храбрые, смелые, ответственные. Но с ним невозможно жить. Потому что он не может женщине дать то, что устанавливает с ней контакт. Если ты не можешь установить с ней контакт, значит, тогда ты не можешь с ней жить. Смотрите, интересно, женщина в песне рассуждает, что ей сначала нужно от мужчины, а что потом. Потому что у мужчины есть мужские качества, которые дала ему от Бога. Бога, природа дала ему эти качества. Это какие качества? Это качества сила, ответственность, принципиальность, стойкость, храбрость, разумность, серьёзность, рассудительность, способность побеждать, достигать цели. Это всё божественные мужские качества, за которые женщина должна очень сильно уважать мужчину. Что значит уважать мужчину за эти качества? Это значит считать его старшим. Ну что значит старшим? Это значит, что он более сильный, более разумный, более ответственный, более серьёзный, более рассудительный и так далее. Если женщина так относится к мужчине, это значит, что она уважает в нём мужские божественные качества. Теперь, что значит уважать женщину? Это значит понимать, что с ней надо вести себя нежно, ласково, заботливо и считать, что она самая красивая, самая любимая, самая дорогая, самая… Ну и так далее. Понимаете, да? Не то, что она такая есть, потому что у человека есть и божественное, и человеческое. Так же у мужчины. Вот у мужчины, допустим, есть храбрость, есть и трусость, потому что у него есть человеческое и божественное, понимаете? И вы выбираете сами, с чем вы общаетесь, женщины. Если вы общаетесь с божественным мужчиной, это называется уважение человека, то значит, вы в нём разжигаете божественное. То есть, если вы уважаете в нём храбрость, он становится храбрым. Правда? Видите, храбрый какой-то, потому что шёл к цене. Ты за конфеткой пришёл? Нет. Всё-таки он решил, что он не храбрый. Пошёл к маме. Вот. Ну, то есть, видите, если вы божественно уважаете в человеке, то тогда он таким становится со временем. Но бывает так, что женщине по судьбе положен мужчина противоположный. Ну, допустим, он ленивый, как вот девушка сказала. Какие конфетки он любит? Не кушает конфеты. Не кушает, а что кушает? Аппельсинки? Аппельсинки? Кушаешь? Супа. Спасибо. Дети в чём нуждаются? В милости они нуждаются. Они собирают милость для того, чтобы потом отдавать в будущее. Да. Видите? Итак. Очень важно понять, что если мы не действуем по законам Бога, счастье не будет. Свои законы нам создавать бессмысленно. В этом мире всё уже устроено, как есть. Мы не можем ничего поменять. Если мужчина не относится к женщине, которая ведёт себя грубо, капризно, раздражительно, сбалмошно, не ведёт себя нежно, ласково и заботливо, уважая в ней женскую божественную природу, то она такой не станет. Вернее, она внутри и так такая. То есть Бог ей дал уже нежность, ласковость, заботливость. Просто она почему женщина грубо себя ведёт с мужчиной? Потому что она его боится. Она чувствует, что он её может ранить. И как бы заранее. Но самый лучший способ защиты — это нападение. То есть она нападает на него и его же качествами. Понимаете? То есть она так себя ведёт из страха, на самом деле. Не потому что она как на мужика похожа, а потому что она боится мужского начала. То есть она не верит в божественность этого человека, а думает, что в нём больше разрушительной силы, чем божественной. Ну то есть если мужчина обладает знанием, а именно знание приводит к любви, любовь — это не спонтанная вещь, как мы думаем. Она спонтанная в отношениях с Богом, если ты это заслужил, если твое сердце чисто. Ты тоже здесь есть, я понял. Конфетку хочешь? А? Как? Любит? Не любит она конфетки? Она стесняется. У нас же девушка, вот мальчик, он не стесняется. Девочка, она природа такая, бескровная. Да? Оп! Это помогать не надо уже. Вот. Видите, она счастливая теперь. Или Геннадий сдал конфетку? Хотя она говорила, мне не надо. Я всегда весёлая. А? Я всегда весёлая. Всегда весёлая. Вот. Ну то есть, понимаете, идея в том заключается, что надо иметь знание о том, как вести себя. Потому что внешне может показаться иначе. Допустим, жена капризничает, ведёт себя очень раздражительно, взбалмошно. Ну то есть, мучает с разными советами, пытается воспитывать тебя постоянно. А ты просто по-доброму, нежно-ласково себя ведёшь с ней, вызывая в ней божественную женскую природу. Обладая знанием, можно так себя вести. И постепенно женщина приходит к чувству защищённости рядом с таким человеком. Она успокаивается, чувствует, что опасности нет. И начинает вести себя со стороны своих божественных качеств. То есть, начинает проявлять божественные качества, а свои человеческие качества, которые тебе и положены по судьбе. Почему он так себя ведёт? Потому что ей так положено. Она старается убирать. Но если они вылезли у неё наружу, она потом извиняется. Ну то есть, она понимает, что с этим человеком надо вести себя по-другому, потому что он хороший. Ну то есть, женщине ещё надо доказать, что ты готов с её божественными качествами иметь отношения. Но если мужчины как бы сомневаются в том, что женщине всё-таки надо сначала в мужчине не мужское, а женское, то тогда послушаем песенку. «Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бежным, будь со мною прежним, твои счастливые, глупые слова, чтобы как будто звери и ващать их голова». Вопрос, о чём как бы мужчина, он такой по природе, да, всегда глупые слова говорит, да? Это его природа, да? Нет. Мужчина серьёзная природа, он глупые слова не говорит. Он что, бережный по природе мужчина? Вот я не бережный, например, не знаю, как остальные. Я хочу быть бережным, но я когда прохожу мимо косяка, я за него задеваю, штаны рвутся. Почему? Потому что я как бы думаю о возвышенных вещах каких-то, а не о штанах. И карман раз отлетает. Ну и он конкретные события как бы в жизни говорит. Мужчина говорит, «Ты чё вообще как бы новые штаны?» Ну то есть я не бережный. Или я когда сажусь кушать, она бежит сразу, раз на меня фартук надевает. Сразу прям быстрее, быстрее, раз надевает на меня фартук. Почему? Потому что она знает, что будет дальше. Что одежда новая, чистая, будет вся испачкана. Потому что я не бережный. Природа, видите, мужчина в отношениях женщины, он начинает вести себя бережно, ласково, нежно. Хотя это не его природа. Почему он так делает? Потому что он верит в божественное начало женщины. Или просто знает об этом. Он просто из чувства долга сначала так на себя ведет, если он разумный. Потому что неразумный мужчина говорит, «С этой дурой я так себя вести не буду». Ну как бы на чё настроился, то и получил. Потому что у женщины есть благословляющая энергия, есть проклинающая. Если ты настроился на её плохие качества, она станет змеёй подголодной. А если как бы настроился на хорошее, она тебе подарит счастье. Ну выбирай, что ты хочешь. Просто и всё от судьбы. Если хочешь от неё счастья, тогда настройся на её божественные качества. Если хочешь от неё всего остального, то тогда настройся на всё остальное. И это тоже у неё есть. Как бы, да, у любой женщины есть такая сила, чтобы мужчине сделать весёлую жизнь. Вообще просто полностью весёлую. Каждую секунду. Понимаете, у любой женщины это в природе заложено, нет проблем. Хочешь на это настраиваться? Пожалуйста. Хочешь, чтобы она тебе принесла столько счастья в жизни? Тоже возможно. Если ты перестаёшь не обращаешь внимания на её человеческие качества, которые тебе по судьбе даны, и контактируешь с её божественным качеством. Это называется уважение к женщине. То есть она, допустим, капризничает, а ты говоришь, ты у меня такая вообще скромная, терпеливая. Она смеётся. Вот я так с женой говорю, она начинает капризничать. Ну, устала там, допустим, или ещё что-то. Я говорю, слушай, ты у меня такая вообще терпеливая. И она смеётся. Ну, потому что она чувствует, что она терпеливая. И она говорит, почему ты так сказала? Я говорю, ну, потому что, видишь, ты столько терпела, и только сейчас начинаешь капризничать. Она говорит, это правда. Слышенность уже так будет. А? Слышенность уже так будет. Можно, нужно. Что значит можно? Вот. И потом дальше женщина тоже хочет ещё мужского от мужчины. Но сначала женского. Видите, то есть, бережный, нежный, ласковый, говори глупые слова. Ну, то есть, это всё женское. То есть, это то, что у мужчины нет. Но она от этого от него хочет. Теперь дальше, чего она хочет. Будь моим защитником, Будь моим союзником, Будь моим сторонником, Будь моим в самом клубном в споре. Будь моим советчикам, Всюду и везде. Будь моим союзником, Радостью в тебе. Мужское, да? Это уже мужская энергия. Пошла. Теперь интересно знать, что она готова за это, за всё. Она перечислила 10 пунктов, 11, по-моему. Теперь интересно знать, что она за это готова дать у женщин. И интересно, если я анализировал это много раз с мужчинами, оказывается, этого достаточно. Что она хочет дать, вот интересно, давайте послушаем. Все, как бы, веселое и красивое, больше ничего. Ну, то есть, веселое и красивое, это в переводе на русский язык означает, веселое означает, не будет выносить мозги. То есть, если она веселая, что ей выносить мозги, у нее хорошее настроение. И красивое означает, что она будет пытаться тебе понравиться. То есть, красивое. Ну, всё, как бы, а что ещё надо? Женщина не выносит мозги, как бы, и всё время, как бы, с тобой ведёт себя так, чтобы тебе нравилось. Всё, как бы, супер. Правда, мужчина? Я ещё что-то хочу. Если мужчина ещё что-то хочет, значит, это уже опасно. Это может быть неосуществимо. Надо хотеть по минимуму, мужики. Мозги не выносит и старается понравиться. Уже супер вообще, понимаете? Уже можно жить. Достаточно, да? Достаточно, да? Ну, это вот мужчина уже, который повидал виды уже, как бы, да? Который уже понял, как бы, суть жизни. Ну, всё остальное приложится там. Не волнуется. Если женщина настроена на хороший лад, и она хочет понравиться, она будет и заботиться, и служить. Всё она это будет, потому что это для неё естественно. Она, женщина, это всё не делает, потому что не видит смысла. То есть она, зачем это для него я буду делать? Ну, так поэтому она не делает. Ну, а если она вот настроена так, она всё остальное тоже будет делать, потому что это её природа. Заботиться, быть нежной, ласковой. Это природа просто, женщина. Она так устроена просто по своей природе. Теперь смотрите, интересно, да? Вот когда я сейчас об этом говорил, то все женщины были просто на грани счастья. Так ведь, правда, женщины? Олег Геннадьевич единственный, наверное, мужчина на земле, который нас так понимает. Так? Но мужчины все напряглись. Почему? Потому что у них было много вопросов ко мне в это время. У них были такие вопросы примерно. Олег Геннадьевич, а исключение вообще есть? Это каждой женщине надо вообще так себя вести. И вообще выдержать это можно или нет? Вообще это в человеческих силах вот так настроиться и так себя женщиной вести. Такие вопросы примерно были. А когда, ещё следующий вопрос у них был. А когда я дождусь, что вот она станет такой, как ты говоришь? Ну, когда это вообще произойдёт? Сколько ждать? Год, два, три? Вот так нежно-ласково с ней себя вести, чтобы она вдруг стала вот таким человеком. Божественные качества в ней начали раскрываться. Эти вопросы все возникнут и у вас, женщины. Но сейчас то, что я буду рассказывать вам, женщины, дорогие мои, вас уже так сильно не обрадует. Вы сейчас окажетесь в ситуации, в которой были мужчины до этого. А мужчины окажутся в вашей ситуации. То есть они почувствуют счастье от моих слов и глубокое понимание своего, своей природы. Ну, то есть женщина должна понять, что мужчина по природе очень послушный в сердце. Ну, то есть, другими словами, он очень серьёзный. Послушный и серьёзный — это одно и то же. Ну, допустим, взять в армию, да, допустим, он равняет, смирно, то есть. Ну, представьте, допустим, женщина, допустим, ей говорит, равняйся, она такая смирно. Знаете, очень тяжело вот так подчиняться просто, понимаете, вот так вот приказу какому-то, понимаете. Она по природе непослушная женщина, поэтому ей работать трудно где-то, потому что она не приемлет такого отношения к себе. То есть для неё отношение нормальное — это любовь. Ну, то есть женщина, если всё-то что-то выходит за рамки любви, она вообще не принимает сердцем такие отношения вообще. Ей как бы не нравятся такие отношения. Не хочу вообще с этим иметь дело, потому что там неправильно всё, нет любви. Вот она так настроена. У нас плохой начальник, больше здесь работать не буду. Почему? Потому что не относится ко мне как к женщине. Идёт себя грубо, плохо ведёт себя. Ну, то есть, видите, в мужчине есть вот это свойство слушаться, подчиниться. Вот, допустим, мужчина предаётся Родине, отдаёт свою жизнь за Родину, подчиняется, понимаете. Подчиняется начальству там и так далее. Сорок мужиков могут жить в одной казани. Спокойно вообще. Две женщины рядом жить не могут. С ума сходят просто. Понимаете, да, разницу? И вот для того, чтобы уважать мужчину, женщину, вот точно так же, как мужчина, он просто ведёт себя ласково. Не то, что он ласковый, понимаете. Он просто ведёт себя рядом с женщиной ласковой, чтобы найти контакт с ней. И ей этого достаточно, и ей нравится, что он ведёт себя с ней ласково. Она больше ничего от него не ждёт. Правда? Вот вам же не важно, я ласковый по природе или нет. Главное, чтобы я ласково с вами говорил сейчас. Правда? От меня не ожидается, что я буду по природе ласковый. Представьте, если бы я был по природе ласковый, да? Здравствуй. То есть от меня этого не ожидается, правда? Ну, то есть вы видите, что я внутри строгий, да? Ну, говорю ласково с вами. Этого достаточно, правда? Потому что я мужчина. Точно так же мужчины попытаются понять. Я сейчас очень серьёзные вещи говорю. Женщина по природе непокорная. Она смиренная по природе, послушная, но непокорная. Чем отличается одно от другого? Смотрите, женщина смиренная только когда её любит. И послушная, когда её любит. Но она грубости не подчиняется. Понимаете? Потому что это претит её природе самой. Понятно, да? Теперь смотрите, мужчины. У вас всё наоборот. Вы подчиняетесь строгости именно. Мужчина может подчиниться строгости. Вот теперь, женщины, от вас не требуется быть покорными. Надо просто делать вид, ну то есть, внешне подчиняться мужской строгости. Понимаете, что это значит? Это значит, что вот вести себя определённым образом рядом с мужчиной. Ну как бы, ну смотреть на него очень таким преданным взглядом, как будто у вас нет своего мнения там и так далее. Смотреть на него так, как будто бы он самый главный, серьёзный, важный. И как бы, и вы на втором месте. Не то, что так на самом деле есть. Это просто способ вести себя с мужчиной. Причём интересно знать, что если мужчина хочет с мужчиной вести себя так, чтобы были близкие отношения, он точно так же должен себя с ним вести. Он должен подойти очень уважительно, так с чувством глубокого уважения, с ним разговаривать. И тогда мужчина откроется. Он почувствует, что его он понимает. Понимаете, да, о чём я говорю или нет? Женщина, ещё раз повторяю, смотрите, уважение к божественной мужской природе не означает поломать себя. Ну то есть женщина, ещё раз повторяю, по природе непокорная. Она бунтует против любого насилия всегда. Но для того, чтобы мужчина не совершал насилия, нужно просто вести себя с ним так, как он понимает. Вот женщина понимает ласку, а мужчина понимает подчинение. Чувствуете, да, о чём я говорю? Вот если женщина ведёт себя с мужчиной вызывающе, то тогда мужчина включает петуха. Что это значит? Это значит, что он её будет ломать. Причём он этого не хочет делать. Это происходит в обреки его воли, потому что по-другому он с ней жить не сможет. Понимаете, если женщина бунтует против мужчины, то мужчина не чувствует себя, что он контролирует ситуацию в отношении. Он не чувствует себя мужчиной даже. Он не чувствует, что он нашёл себе жену. Он не чувствует, что этот человек ему нужен и так далее. Потому что когда женщина бунтует, через неё, к нему, любовь не идёт. Запомните, мужчина спит и видит всегда только одно в женщине, когда она смотрит на него верным, доверчивым взглядом. Вот этот доверчивый, верный взгляд. Это то, что мужчине надо, потому что в это время энергия любви в него входит, а она принадлежит женщине. Энергия любви принадлежит женщине, и мужчина в этой энергии страшно нуждается. Само по себе пьянство означает нехватка этой энергии любви. Если бы женщины были покорными, вот такими, как бы мужчине снисходительными, они бы делали так, чтобы мужчина никогда не пил. Понимаете? Потому что мужчина пьёт от нехватки счастья. А нехватка счастья идёт от нехватки любви. Но если женщина так себя ведёт правильно, мужчина наполняется счастьем, потому что по-другому он не может наполниться. Вот есть рядом энергия любви, а мне не попадает. И это называется горе. Как это в одном мультике говорят. Ты что пьёшь горилку? Почему? Что, горе. Понимаете? То есть горе. То есть горькое человек пьёт от горе. Понимаете, почему горе? Потому что рядом энергия любви есть, а к тебе не заходит. Ну то есть она к детям заходит, к маме, к тёче, ко всем заходит, кроме меня. Ну то есть женщины попытаются понять, что если вы не настроились правильно, а это не означает себя ломать, ещё раз повторяю, это означает просто показать мужу свой настрой. И к нему энергия любви не придёт, и это значит, что он найдёт себе другую. Всё, потому что он, рано или поздно, у него нехватка любви будет увеличиваться, увеличивается, увеличивается. И когда женщина проходит какая-то мимо, она одинокая, понимаете, она всегда мужчин тестирует своим взглядом на наполненность энергии любви. Она смотрит на него такая, клюёт, не клюёт. И если он не наполнен энергией любви, он так раз, на него смотрел, так. Клюёт. Всё, и ей сразу это начинает нравиться. Она думает, он на меня клюёт, а хороший мужчина, мне нравится. Всё. Ну есть одна проблема, как бы он запутался в отношениях с какой-то женщиной. То есть у них там семья. Но эта проблема легко, наверное, решается. У Бога, наверное, другие планы. Понимаете, женщина, когда видит, что на неё кто-то клюёт, она забывает там про то, что у него есть, и это уже её не интересует. Это похоже на анекдот про Петьку и Чапаева. Петька приходит в шубе Чапаева. Новая шуба такая классная. Он говорит, Петька, ты где шубу взял? Он говорит, Петька, нашёл на улице. Он говорит, ну пойдём посмотрим, где ты её нашёл. Приходит туда, там лежит мужик. Ну как бы на холоде. Он говорит, ты вот здесь нашёл. А этот мужик что делает? А он как раз в этой шубе запутался, я его распутал. Нашёл шубу, валялась на улице. Понимаете, так и женщина тоже, да? Она думает, запутался в чужой женщине, как бы, мужик. Мой мужик. Он же на меня смотрит. Мой мужик запутался, как бы, там у неё дети какие-то тоже какие-то появились. Ну как бы, она так думает. Ну это мой человек, он же на меня смотрит вообще. И он потом подтверждает, он говорит, я и не люблю, тебя люблю. Ну всё правильно, всё совпадает. Поэтому, женщины, вы не сильно рассчитываете, что другая женщина, одинокая, вас поймёт. Вашей личной жизни. Поэтому единственный способ сохранить отношения с мужем, это вести себя так, как я вам сказал сейчас. Понимаете, хоть для вас это искусственно, потому что вы свободолюбивые по природе, как бы, вы не любите унижения, да, никакого. Но если вы просто разумные, разумная женщина, она как себя ведёт? Очень деликатно, послушно с мужчиной. Как смотрит на него, как будто он абсолютно истинна. Вот что он знает всю истину, а она нет. И тебе скажет, ну если так смотреть на него, он вообще обнаглеет. Это ваше заблуждение. Потому что я вам рассказал только одну сторону медали. Есть ещё вторая. Понимаете, когда женщина так на него смотрит, через силу это называется унижение. Ну то есть, если она смотрит на него вот так вот, а ей не хочется. Это называется унижение. Унижение и унижение рождает гордость. Понимаете? Но если она смотрит по своей доброй воле на него так, с целью подчинить себе мужа, то тогда в чём проблема? Понимаете, то есть она смотрит на него очень покорно, зная природу мужчины. Вообще, знаете, в древней культуре женщины с детства изучали психологию. Потому что отношения семейных к женщине это крайне важно знать. Вот женщина, если она знает психологию мужчины, то у неё вообще нет проблем в отношениях с ним. Она смотрит на него очень покорно. Он говорит, мы в жизни будем делать так. И она такая, конечно. Вот в это время, что происходит с мужчиной? Ну если она знает его психологию, так оно и происходит. У неё сердце успокаивается, и он думает, моя жена подчинена мне, всё, беспокоиться не нужно. Понимаете, для мужчины главный вот этот принцип. Жена подчинена, значит, всё под контролем, ситуация под контролем, всё нормально. И мужчина расслабляется. Когда мужчина расслабляется, дальше может быть тысяча исключений из правил. А женщине как раз это не надо, ей не нужно правила, ей нужны мелочи, исключения. Например, он говорит, мы экономим деньги. Она говорит, да. И он пять раз ей повторил, чтобы убедиться, что точно она как бы настроена, так как я сказал. И она пять раз согласна, всё, да. И потом, когда он расслабился уже, она подходит к нему, надо ребёночку соску купить. Он говорит, да конечно, ребёночку надо соску. И он как бы, и потом, когда бюджет подбудет, ну чуть-чуть вроде сэкономили. Но ему даже это не важно. Важно то, что жена слушается мужа. Всё. Ему больше ничего не надо. И он знает, что если надо, то она как бы уступит. В главном она уступит, потому что она меня понимает. А мужчина уступает во всём остальном. То есть всё, что женщине в этом случае надо, она получает. Главное, она должна показать подчинение мужчине. Потому что, понимаете, женщина часто думает, если я покажу подчинение, и всё, потом я вообще ничего не получу. Почему они так думают? Потому что они сами такие. Понимаете, женщина, она очень мелочная по природе. Ну то есть она в мелочах очень сильно скупает. Понимаете? Ну что это значит? Я сейчас приведу пример, что женщина не думает, что я вас как бы оскорбляю. И вот, допустим, взять деньги, да? Вот, допустим, мужчина деньги отдаёт и забыл про них. Женщина мужу, представляете, деньги отдаёт. Она что об этом забудет? Нет? Она будет помнить, что она вот деньги мужу, свои деньги, представляете, мужу отдала. Она всю жизнь будет помнить. Поэтому мужики, у женщин деньги не берите вообще никогда. Это страшные деньги вообще. Они потом аукнутся 50 раз. Ну как бы я просто привожу такой пример. Ну, простой какой-то. Или, допустим, вы кушаете, допустим, вам нравится что-то, да? Вы говорите мужу, мне вот эта конфетка нравится. Ну, смотрите, обычный, стандартный вариант, допустим, муж берёт, говорит, да кушай эту конфетку тогда и отдаёт жене. Теперь представьте такой вариант, что он берёт и сам ест эту конфетку. Это же капец будет. Она будет помнить несколько дней. Вот теперь другой вариант. Смотрите, женщина. Муж говорит, мне нравится вот эта конфетка. Жена говорит, и мне нравится, берёт и ест. Муж что, несколько дней будет об этом помнить, что ли? Нет вообще. Ну, отлично, кушай, моя дорогая. Всё, нет проблем. Понимаете, о чём я говорю, женщина или нет? Ну, то есть, идея заключается в том, что мужчине очень важны принципы в жизни. Принципы, главное что-то в семье. А женщине важны вот эти вот отношения, вот эти вот какие-то мелочи. И очень это важно. Ну, и то есть, если принцип такой в семье, который установил мужчина, дальше будет тысяча исключений, женщина. И зная это, вы ведь чувствуете себя очень спокойно. Почему? Потому что ваша задача главная, в главном удовлетворить мужа. Чтобы он просто успокоился. Чтобы он не чувствовал опасность в отношениях с вами. И дальше он вам всё подарит, то он очень щедрый. По природе мужчина очень щедрый. Но он подарит всё, что нужно вам в жизни. У него нет проблем. Потому что, если говорить о мужчине, понимаете, женщины, у них совершенно разные направленности. Женщина рождена... Мужчины, заткните уши сейчас, все мужчины. Потому что это страшно слышать. Женщина рождена для наслаждения своих чувств. Для собственного счастья она рождена. Для собственного счастья женщина, для наслаждения своих чувств. Она рождена женщиной. Мужчина рождён для того, чтобы достигнуть это счастье и подарить жене, своим детям. Интересно, как устроено. Когда женщина счастлива, мужчина наполняется счастьем. И поэтому мужчина отдаёт всё самое лучшее жене. Она, когда это получает, она становится счастливой. И эта энергия счастья переходит также к мужчине. Таковы также отношения женщины с детьми. Когда женщина отдаёт всё самое лучшее ребёнку, он становится счастливым, и это переходит к ней. Такие же отношения у мужчины с детьми тоже. Он ребёнку отдаёт всё самое лучшее, тот становится счастливым. и переходит всё к мужчине назад. То есть смотрите, если говорить про мужчину, то он вообще ничего не получает. То есть он всё отдаёт для счастья жены и детей. Есть только одна цена женщины. Цена заключается в том, что вы должны подчиниться его правилам. Если же вы этого не хотите сделать, то он становится обделённым и с вами жить не будет. То есть вы тогда вообще ему ничего не хотите дать, понимаете? Вы и так в жизни всё получите. Но если вы вообще ничего, вы скупые, вы не хотите ему вообще ничего отдать, а ему нужно только быть старшим и по своим правилам жить. Вот вам это надо, понимаете? Устанавливать эти правила. Вот, допустим, сами ко мне подходите, Олег Геннадьевич, я боюсь замуж. Это означает, что вы сами принимаете эти правила игры. Вы не можете взять на себя ответственность, понимаете? И я говорю, всё, выходите замуж, я вас благословляю. Не потому, что я как бы от вас отвязываюсь, а потому что я вижу, чувствуюсь. Бог мужчину наделёл этой силой, разумом. И вы в это верите. То есть вы получили благословение, потому что так устроен этот мир. Если вы от старшего получили благословение, женщина чувствует себя сильно, она знает, всё будет классно. Точно так же в отношениях с мужем. Если вы подчинены общей вот этой вот стратегии, понимаете, вот этой, которая идёт через мужчину, то вы защищены в жизни. Понимаете, это и есть благословение. Вы благословённый человек. Понимаете? Ну просто вы поймите, как правильно, потому что часто женщина думает, что если она мужчине подчинилась, значит, она потеряла свою свободу. Да наоборот, она как рыба в воде стала. Вот что рыбе для свободы надо из аквариума выпрыгивать или из водоёма? Вот точно так же, как для рыбы, свобода — это её вода, точно так же для женщины свобода — это её семья. Она там как рыба в воде, понимаете? Ей там хорошо. Но для того, чтобы семью получить, надо правила, чтобы были, понимаете? Вода живёт по правилам. Она не вытекает из водоёма. Она живёт по правилам. Поэтому рыбкам там хорошо. Они знают, что вода никуда не утечёт. Точно такие же правила женщина должна принять в своей жизни от мужчины. И тогда она в этих же правилах сама и живёт. Потому что если говорить о мужчине и женщине, то у них совершенно разные природы. Вот, допустим, девочка маленькая учится, как она учится. Ей надо, чтобы ей всё рассказали подробно и точно. Ей нужны правила. Когда она всё изучила, она становится отличницей, потому что она всё понимает. Вот это так, это так. Неучительница так сказала. Женщине очень важно, как сказали. То есть она эти правила усвоила, живёт по ним всё. И она очень хорошо себя чувствует. Понимаете? А мужчине не нужны правила. Мужчине нужно понять. Ему нужно знание. Мужчина, он не подчиняется правилам. Он сам их создаёт. Он сначала изучает, как правильно, потом устанавливает правила. Если даже в учёбе, сначала мальчики все двоечники, потому что они правила не понимают. Им надо на практике жизни их усвоить. И это медленный процесс для мужчин. Поэтому на старших классах очень много мужчин становятся отличниками. А женщин наоборот, потому что они уже не могут всё учесть. Там слишком много правил становится. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, мужчина, когда он разобрался во всём жизни, он стал мудрым. И он тогда сам устанавливает правила, потому что этого требует от него Бог, от его сердца. Он должен быть сильным, ответственным. Даже лекции, посмотрите, как слушают люди лекции. Я читаю лекции 30 лет. Я знаю, как люди слушают лекции. Мне сейчас 54 года, а я начал читать лекции 24 года. Когда женщины слушают лекции, они смотрят на тебя, как неопознанный летающий объект. смотрят и всё всасывают в себя вот так. Потом приходят, говорят, домой и говорят, «Всё, будем жить вот так! Я всё поняла!» Ну, то есть, у них апгрейд происходит полный. Ну, то есть, они, если поверили кому-то, женщина поверила, она полный апгрейд делает в голове. Она всё как бы… «Всё, вот так живём!» Всё меняет в жизни. И мужик говорит, «Ты чё, вот этого не понимаешь? Это же коню понятно!» «Тебе чё, непонятно, что ли?» Потому что она сердцем всё воспринимает, женщина. Мужчина как слушает, смотрит. Он смотрит вот так и сравнивает. С этим согласен, с этим не согласен. С этим разберёмся. Согласен, не согласен, разберёмся. Согласен, не согласен, разберёмся. Проходит время. Мужчина, допустим, уже окончательно мне поверил, он слушает меня. Не то, что он так всасывает всё. Нет. Он поверил, он слушает. Так, это надо мне глубже понять. Это тоже надо… Это, наверное, я недопонимаю. Это глубже надо понять. С этим я не согласен, разберёмся. То есть, понимаете, даже если мужчина верит, он всё равно сравнивает со своим знанием всё. Он не как с белой доски всё впитывает, как женщина. Он, понимаете, он глубоко пытается понять и создать законы жизни своей семьи. Понимаете, женщины? Вот за это надо мужчин уважать, потому что Бог так их создал. Он их создал способными разобраться во всём очень глубоко и взять на себя ответственность жизни семьи. Что значит ответственность жизни семьи? В тот момент, когда наступает опасность, у женщины наступает парализация. Она такая… И не знает, что делать, потому что ответственности жизни семьи на ней нет. Она только знает точно, что делать с детьми в это время, потому что у неё есть ответственность. Она их там в окапку, туда-сюда. Она может защитить детей во время опасности, но себя не может. А мужчина, что у него во время опасности? Вот так, что ли? Нет. Он точно знает, что делать. Вот это так, это так, это так. Почему он это знает? Потому что он это впитал очень глубоко в себя, это знание. Он во всём очень сильно разобрался, чтобы потом очень чётко и правильно всё делать. Понятно, вот за это женщины вы должны мужчину уважать. И это мужчине Бог дал такую возможность. И то, что мужчина сам по себе такой, это Бог ему дал такую способность. Если женщина так настраивается на мужчину, то он начинает её любить. Это как бы ответ на её такое поведение. Теперь какие могут быть недопонимания? Вот если женщина думает, что она должна быть унижена в отношениях с мужчиной, она теряет и мужа, и себя. Это прямо противоположная вещь. Вот это, понимаете, когда женщина смотрит на мужчину вот так вот с доверием, она при этом должна знать, что у ней находится в это время внутри. А в это время внутри у неё находится её женская сила и красота. Она в это время не потерянная. То есть она, когда смотрит на него взглядом вот этой вот веры, как бы, и уважения, она при этом себя чувствует рядом с ним очень сильно. И это даёт ему в сердце её собственную красоту. Вот это такую девушку он будет любить всю жизнь. Понимаете, не та, которая смотрит на неё такая вся, как бы, «ты всё, а я ничто». Понимаете, вот если женщина так на него смотрит, ну и вышвырнет из своей жизни. Потому что когда человек теряет себя, он теряет также свою красоту. Единственная сила у женщин – это её красота. Она с помощью этой силы и живёт в этом мире. Но красота может быть только в сердце женщины, которая уважает свою божественную женскую природу. И на Востоке это большая проблема. Часто женщины на Востоке уважают мужскую божественную природу очень сильно, а свою женскую божественную не уважают. И в результате они лишаются мужей. Их бросают и направо, и налево. Понимаете? Хоть они велит себя и послушно, и нежно, и ласку. Понимаете, вот эта вторая сторона медали очень для вас важна. Потому что вы должны понять, что если вы в отношениях теряете себя, хотя мужчина так часто себя ведёт, что он заставляет терять себя. Понимаете? Он прогибает, продавливает всё время, пытается наставить на своём, пытается нагнуть женщину. Это он по природе так себя ведёт. Хоть это неправильное поведение женщины, ещё раз повторяю, неразумное поведение. Потому что разумно внутри быть твёрдым, сильным, настаивать мягко на своём, мужчине правильно вести себя, но внешне вести себя ласково и по-доброму. Тогда женщина добровольно подчиняется просто и всё. Она подчиняется любви всегда. Когда женщина видит любовь, она застывает, её парализует, она подчиняется. Она не хочет больше ничего. Женщина рождена для любви. Она видит любовь, ей не надо больше ничего, она этого достаточно, всё. Она принимает любые правила, любые законы, потому что есть любовь в этом, и всё. Ей не нужно разбираться в тонкостях этих правил. То есть мужчина, когда ведёт себя женщиной деликатно, он может быть уверен, что жена будет следовать его законам. Теперь смотрите второй вариант. Если мужчина очень внутри твёрдый, ведёт себя женщиной деликатно, а она, допустим, обнаглела и начинала капризничать, вести себя очень как бы неправильно с ним, необразованная женщина, не понимает, как правильно вести себя с мужчиной. Тогда в этом случае, мужчины, если вы разумные, вы просто не будете слишком близки отношения с женщиной строить. Вы будете мягко, деликатно с ней себя вести, но на своих правилах оставайтесь. И женщина в сердце своём начнёт вас за это уважать. Она поймёт, что вы настоящий сильный мужчина. И ей нет другого выхода, как подчиниться. Всё. Она может убунтовать по капризниче, но в сердце она примет ваше поведение как правильное. Потому что красота мужчины означает его сила. Запомните, женщины любят в мужчине только силу. Ни цвет лица, ни форму носа. Это всё прилагается, понимаете? Женщина в мужчине любит только силу. Если мужчина ответственный, сильный, серьёзный, то это её завораживает. Она чувствует, что это и есть то, что надо. Но если мужчина носит в эту силу, должна быть обреблена в очень красивый орнамент. Точно так же ценится меч, очень острый, в каких нужных драгоценных. Точно так же мужчина должен быть внутри сильным, но снаружи благородным, добрым. Это ещё раз подчёркивают силу. Потому что когда мужчина снаружи жёсткий, это значит, что внутри он слабый. Есть такие закономерности. Но если есть мужчина снаружи благородный, сильный, сильный внутри, это значит, что он очень сильный. Какой можно пример привести? Вот, допустим, взять начальника, да? То есть если начальник кричит на всех, ругается, это значит, что он не справляется с ситуацией. Он на самом деле не такой сильный. Хоть у него есть сила, он может там командовать, но сила эта ограничена. Как определить, как выглядит очень сильный начальник? Он спокойно не кричит, не ругается, он знает, что всё у него под контролем. Никто не сможет с ним справиться, он знает. Поэтому он не кричит. Или, допустим, сильный вожак стаи, да? Там, допустим, лев, допустим, сильный. Он что, будет там бросаться на всех, на всю свою стаю? Нет. Он просто сильный. Спокойный. Значит, очень сильный, понимаете? Так выглядит сильный мужчина. Он внешне благородный, а внутри свои принципы твёрдо держит. Точно так же сильная женщина. Внешне смиренная, а внутри она знает себе цену. Она знает, что её женская красота очень дорого стоит. Это не дешёвая вещь. Это очень дорогая. Любовь – это очень дорогая вещь. Самая дорогая вещь на земле – любовь. Выше всего ценится. Ничего выше любви не бывает. Поэтому женщина, которая чувствует в себе эту силу, она будет любимой. Но только в том случае, если внешне она это обернёт в обёртку покорности. Вот так должен вести себя и мужчина, и женщина. То есть внешне, внутри мужчина очень твёрдый, непреклонный, а снаружи очень мягкий, благородный. Женщина внутри очень красивая, сильная, независимая. То есть она самодостаточная, понимаете? Это и есть, это привлекает мужчин. Но снаружи покорная как бы. И когда внутренняя вещь выходит наружу, когда женщина выходит за пределы границ, мужчина становится очень твёрдым и её возвращает назад. Она в это время становится беззащитной. Так срабатывает её внутренний вот этот инстинкт. И точно так же, когда мужчина выходит за пределы границ любви, начинает вести себя с женщиной очень жёстко, то женщина, её внутренняя непохорность, вот эта сила женская, она выходит наружу, и она говорит, нельзя со мной так разговаривать. И закрывает дверь, и пять дней вообще ни разговаривает, ну ни одного слова не произносит. И при этом ходит очень счастливая, жизнерадостная внутри. Показываем, что он потерял. И он такой чешет репут, думаю, да, с этим сложно справиться. Больше так не буду делать, это опасно. Понимаете, да? И он при этом нравится, что женщина очень сильно себя ведёт, что она не слабая. Потому что слабые люди, что мужчины, что женщины, никому не нравятся. Женщина должна быть в своей красоте сильной в отношениях, а мужчина сильный в своей воле и решимости. Сила обязательно нужна в отношениях. Вот, допустим, в чём женская сила? Вот, допустим, мужчина взял и начал жену прогибать, то есть мучить её. Но женщина сильна в чём? В отношениях. Через два часа мама мужчины знает, что жене плохо. Мама жены знает, что её дочке плохо. Все дети знают. Подружки жены тоже знают, хотя она никому не говорила. Как это произошло, непонятно. И он такой думает, блин, засада, короче. Все звонят, что-то хотят от меня. Думают, лучше с этим не связаться вообще. Но это в крайних случаях. Ну, как обычно, женщина никому ничего не говорит, она терпит. Но бывает беспредел. И тогда она включает свою силу женскую. А женская сила в отношениях. Мужчина в отношениях вообще беззащитный абсолютно. Вот смотри, допустим, если возникает конфликт. Дети на чьей стороне? На маминой, на стороне жены. Если женщина правильно себя ведёт, родственники на чьей стороне? На стороне женщины. Если себя женщина правильно себя ведёт, я об этом говорю. Женщина сильна в отношениях. Женщина как должна себя вести? Она должна маму, мужа любить больше, чем свою. Веды так говорят. И тогда что-то наступает? Тогда мама мужа говорит, ты сам виноват. Что-то у тебя нормальная жена. Не парься, всё. Она её защищает, понимаете? Потому что она правильно себя ведёт. Она установила отношения. Мужчина беззащитен перед сильной женщиной вообще. Он ничего с ней не может сделать, потому что она со всех любит. Она когда маму, мужа видит, она спотыкается, бежит к ней обнимать её и целует. Та даже не успевает понять, что произошло вообще. И тогда она, та мама мужа, ничего против неё не может сделать. Потому что она очень сильная в отношениях. Теперь это ещё не всё. Собачка на чьей стороне будет. На кого будет гавкать во время ссоры? На мужчину? Это ещё не всё, мои хорошие. Самое удивительное заключается в том, что даже друзья мужчины не поддержат его, если у него сильная в отношениях жена. Она даже на них влияние будет оказывать. Поэтому мужчина остаётся один, понимаете? Если он пошёл на какой-то жёсткий принцип и начинает издеваться над женой, она сильная в отношениях к любви, то все против него, понимаете? Я вам по секрету скажу, даже тараканы в доме будут против него. То, что собачка, почему? Сейчас объясню. Потому что женщина, она создаёт в доме атмосферу. Мужчина не создаёт, он приходит в эту атмосферу отдыхать. Вот женщина что делает? Она подбирает под себя в доме, чтобы ей нравилось, чтобы ей было хорошо. Подбирает шторки, цветочки, бабочки. Всё расставляет, чтобы ей нравилось. И таким образом она чем занимается? Она наслаждается квартирой. Эта энергия наслаждения переходит к мужчине, его это расслабляет. Он такой отдыхает дома, смотрит в хоккей. Эта энергия наслаждения переходит также к собачке, к тараканам и к детям. То есть все питаются этой энергией счастья, которую испытывает женщина в своём доме. И теперь, если она несчастна, то вот смотрите, если мужчина несчастный, допустим, женщина как себя ведёт? Она подальше от него уходит, чтобы не связываться с ним и займётся чем-то своими делами. Если женщина несчастна, мужчина ходит кругами, говорит, что такое, что случилось? Почему он ходит кругами? Она говорит, я тебя трогаю, что ли? Я тебя не трогаю, иди. А он не может уйти, он ходит, и чём дело, и чём дело. Почему? Потому что он отдохнуть не может в этой квартире. Женщина несчастна, все несчастны, дети несчастны, тараканы несчастны, всё фигово. И он пищу кушает, она тоже невкусная, потому что она не в счастном состоянии приготовлена. Всё, капец, короче. И он поэтому ходит вокруг него, что такое, чём дело, ну что такое? Представляете, какая сильная зависимость женщины от энергии счастья, вашей энергии счастья. Всех, кто вас окружает. Поэтому вам ничего и не надо. Чё песня-то попелась, помните? Я всегда весёлый и счастливый буду, да? Всё. Больше ничего не надо. Всё это наполняется любовью, счастьем, всё классно сразу становится. Теперь видите, женщине очень важно это понять, что она всем всё наполняет, и поэтому иногда у женщины наступает истощение, да? То есть она уже не может никого наполнять. Ей хочется побыть одной, не видеть ни мужа, ни детей, ни собачку, никого. Она просто устала от всех. И в это время она должна наполняться. Что женщину наполняет? Её наполняют подружки, наполняют искусство, наполняют танцы какие-нибудь, наполняют картины. Ну, то есть всё творчество, искусство, подружки, природа, добрые люди, лекции хорошие, театр, кино. И поэтому мужчины, которые не пускают женщину туда, где её наполняют, они очень жестокие на самом деле. Они не понимают, что, ну, как бы, если курицу не кормить, а только яйца с неё собирать, как бы, то она сдохнет. Ну, то есть, как женщину кормить? Её кормить – её хобби. То есть, ей что-то нравится в жизни, она там наполняется. Некоторые женщины на работе наполняются. Почему? Потому что там есть с кем поговорить. Они подходят на работу, мои хорошие, вы говорите. И работа эта сто лет не нужна. Ей нужно на работе там, чтобы ей хорошо было. Всё. Иногда работа творческая, она поэтому там, я отрубляюсь, я работаю, им нравится, наполняется энергией. Домой приходит, она наполняется, нет? Нет, она отдаёт себя детям, мужу, всё готовит, стирает там, умирает в том, чтобы все счастливы были, заботиться обо всех. Отдаёт энергию. Потом раз подружку услышит. Моя дорогая, я так рада тебя слышать. И пошла на два часа. Муж говорит, хватит уже болтать. Она наполняется, не мешай ей. Ты же наполняешься, там в волейбол ходишь играть, там в домино, там стучишь с друзьями. Так она наполняется тоже. Мужчина наполняется от друзей, женщина наполняется от подружек. Все люди наполняются от любимого интересного дела, не от работы. Работу истощает человека. Любимое интересное дело наполняет человека. Друзья наполняют. Природа наполняет человека. Бог наполняет человека. Религиозно-духовная жизнь наполняет человека. Чистым, светлым чувством наполняет. Чистым, человек должен обязательно наполняться. 50% неудач в семейной жизни – это опустошение. Люди истощаются друг на друга. Они замыкаются друг на друге, не видят белого света и просто разрушают свою семейную жизнь. Это называется привязанность. Что такое привязанность? Это когда мы сильно сосредоточены друг на друге и ждем счастья друг от друга. Это приводит к разрушению семьи. Главная причина. Почему? Потому что само ожидание истощает. Если от тебя что-то ждут, тебе нет сил. Понимаете? Вот когда, допустим, лекция заканчивается, меня как бы в Нур-Султане окружают женщины, я в это время начинаю думать о Боге. Почему? Потому что я знаю, что я сам не смогу им все дать, то, что они от меня хотят. У меня нет таких сил. Если бы они могли, они, наверное, меня бы разобрали по мелким частям. Видите? То есть человек должен наполняться, чтобы функционировать нормально. Иначе он не может никому помочь в жизни. Но когда люди привязаны друг к другу, они верят, что счастье они могут получить только от этого объекта. И это разрушает семью. Всегда. Поэтому очень важно не зависеть друг от друга. Понимаете? Любовь — это независимость, это служение. Попытайтесь это понять. Но любовь заставляет человека, приказывает ему быть зависимым. И когда люди становятся зависимыми, теряют друг друга. Что это значит? Друзей нету некогда. Природы некогда. На природу некогда. Друзям некогда. Даже к родителям некогда. Никому некогда. Всё. У меня дела. Означают привязанность. Человек погряз. Понимаете? Он как бы влип в эти отношения. И дальше будет только разруха. Люди истощаются друг на друга. Начинаются скандалы. Начинаются требования. Приказы. Жестить они начинают друг с другом. Так действует привязанность. Приказы. Возлаждаемся друг друга. Вместе. Ее нужно прощаться с другом, И ждем ответной похвалы, И заклинаем под хвалы. Мы наслаждаемся друг другом, Наматываем круг за кругом. Прячем вековые русы, Вековое отцы. Мы наслаждаемся друг другом, Не отдаем приказы слугам, Но не согнем своей спины. Мы снова мы с ними умы. Мы наслаждаемся друг другом, А надо что делать? Служить надо. Не наслаждаться близким людям, Вполнять перед ними свой долг. Какой долг у женщины перед мужчиной? Она должна ласково, заботливо ему служить, Она должна сохранять себя в отношениях с ним, Свою красоту, силу, Не становиться тряпкой в отношениях с ним, Это ее долг, Иначе он потеряет любовь, чувство счастья. Она должна показывать свое подчинение ему, И свою верность. Верность это естественно в женщине. Если она смотрит верными глазами, То сразу всю любовь приходит в сердце мужчины. Но, женщины, запомните, Если в вашем сердце даже появилась такая мысль, Я бы себя могла найти и получше, Вот мысль просто появилась, То у мужчины на лбу появляется надпись, То есть он появляется, Вторая фамилия итальянская, Кобеллина. То есть, понимаете? Если женщина просто думает, Я могла бы себя найти получше, Это значит, что энергия любви от нее к нему уже не идет. Все. Нет верности, нет любви. И в этом случае, Мужчина сначала чувствует нехватку, А потом его захватывает какая-то другая женщина. Все. Его сознание. То есть он не может оторваться от этого. Мужчина подчинен в своем сознании, Женской энергии. Он не может без любви жить. Поэтому, Учитесь правильно относиться друг к другу. Женщина должна знать свою силу. Сила женщины верности. Бог дал этого человека, Значит, с ним живу. Все. Это моя судьба. Не сомневаться не надо в выборе Бога. И тогда, когда вы так настроены, Он начинает чувствовать себя лучше рядом с вами. Он становится благодарным. Он ведет себя хорошо. Он не сможет от вас отклеиться, Убежать к другой. Понимаете? Теперь вы скажете, А как сделать так, Чтобы семья на всю жизнь сохранилась? Надо понять, Вот эта центростремительная сила В отношениях между мужчиной и женой. Это огромная сила, Которая не нейтрализуется своими силами. Поэтому единственный способ Сохранить совесть В отношениях между мужчиной и женой, Это поставить между ними Бога. В доме должен был быть алтарь. Пища должна освещаться вся. Нужно постоянно, Чтобы духовная музыка играла. Потому что, если это будет, То ваша привязанность друг к другу Превратится в служение. Когда Бог есть между вами, То это осквернение Желанием наслаждаться друг другом Или привязанность Нейтрализуется энергией Бога. У Бога нет привязанности. У него есть желание только служить. И все. У него чистая и правильная любовь. И когда люди служат Богу в доме, Бог становится в центре, Бог становится в центре жизни семьи. Тогда, в этом случае, Осквернение, Которое разрушает семью, Заканчивается. И люди начинают больше божественное Друг друге видеть. Больше чистоты. Больше уважают друг друга. Больше понимают друг друга. И когда женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, Я и служила, и заботилась мужу. Почему он от меня ушел? Она меня спрашивает. Я отвечаю, Потому что в твоей жизни не было достаточно Бога. Потому что Бог очищает сердце мужчины. Понимаете? Совесть это не функция мужчины. Это функция женщины. И женщина эту функцию передает своему мужу через свою верность. И верность Богу. Вот когда женщина только мужу верна, Она становится тряпкой. Она становится униженной. А когда женщина верна и мужу, и Богу одновременно, Тогда она становится сильной и верной одновременно. И это в этом случае ее совесть передается ему. То есть, другими словами, Это не значит, что мужчина не видит красивых девушек. Он их видит. И привлекается ими также. Даже влюбленность в его сердце может возникнуть в этом случае. Несомненно. Но он никогда не сможет бросить свою жену. Потому что, когда он о ней будет вспоминать, Он будет вспоминать чистоту, верность и праведность. В результате он будет думать, как бы, да, красивая девушка. Но свою жену я никогда не брошу. Потому что она для него будет олицетворением чистоты и божественности. И так как в женщине это естественно, Чистота и божественность в женщине естественная вещь. Осталось только сделать так, чтобы мужчина это заметил. Это и называется совестливость у мужчины. Мужчина не может быть совестливым по природе. Он перенимает совестливость от жены или от наставника. Если такой есть. Ну то есть мужчина по природе экспериментатор. Вот взять, допустим, маленького ребенка. Он лезет туда попало, везде. Вот девочка никуда не лезет. Ей сказали, вот туда нельзя, туда нельзя, она не лезет. Все. Мальчик лезет везде. Почему? Потому что он изучает этот мир. Он мужчина. Надо все знать. Ему говорят, туда нельзя. Он туда и пойдет специально. Почему нельзя? Надо разобраться. Он идет туда. Пытается понять, почему нельзя. Так устроена психика мужчины. И поэтому, если мужчине говорит, там нельзя, как бы, другие девушки не твои, все, у тебя есть жена. Это для него не доказательство. Он исследователь по природе. Ему надо разобраться, а что с этими девушками не так. Может быть, наоборот, все нормально. Может быть, как раз надо побольше девушек иметь. И в тот момент, когда он в ту сторону пошел, ему все равно надо проверять это все. Он же мужчина. Он вдруг обнаруживает, что в его сердце включается совесть. Почему она включается? Только по одной причине. Потому что его жена поклоняется Богу. Нет другой причины. И даже если женщина имеет такую судьбу, тяжелую, что муж ее должен бросить, то даже в этом случае, если она очень сильно служит Богу, муж уходит к другой, а она потом возвращается назад. Потому что совесть все равно пересиливает. Совесть сильнее человека, потому что это Бог. Сильнее Бога никто не может быть. Поэтому, если у нее совсем плохая судьба, он может уйти, но потом все равно вернется. Ну а если у нее совсем плохая судьба, то есть она за дебила вышла, то он уйдет и не вернется. Но в этом случае, если она поклонялась Богу, Бог ей уже не даст дебила. Он даст ей нормального человека. Понимаете, да? Поэтому в любом случае, если она служит Богу, хоть так, хоть сяк, хоть эдак, она только выигрывает. Она никогда не проигрывает. Понимаете? Но женщины, которые живут для своих земли, для своих детей, услышьте сейчас меня все, всегда проигрывают. Никогда своими силами женщина не удержит рядом с собой мужчину. Она как думает? Она думает, так у нас дети, у нас любовь, у нас семья, мы столько вместе достигли, ну как он от меня сможет уйти? Она так думает. Почему? Потому что она женщина. Потому что для нее это обладает колоссальной ценностью. запомните, для мужчины есть только одна ценность, самое главное в жизни – это любовь. И если он любовь где-то в другом месте почувствовал, его отшибает от своих детей. Потому что, запомните, мужчина любит глазами женщины. Если, допустим, мужчина любит свою жену, значит, он любит своих детей также. А если он полюбил другую женщину, он будет любить тех детей, которых она любит, эта женщина. Вот и все. Поэтому не рассчитывайте больше ни на что. Если вы думаете, что он любит детей, меня не бросит, вы ошибаетесь. Это ваша иллюзия. И поэтому потом, когда это происходит, вы в шоке. Как это вообще могло быть? Он же, ты же любишь наших детей. Он говорит, я не знаю. Понимаете? Так вам ответили. Вспомните. Поэтому, женщины, кроме Бога, вам никто не поможет. Вашей личной жизни. Если вы не слушаете Богу, шансов сохранить семью нет. Жить Богу означает стать верующим человеком, читать Священное Писание. Во время приготовления пищи очень важно освящать пищу. Освящать означает просто читать молитву. Этого достаточно. Это уже пища будет освященной. Время приготовления – читать молитву. Все, пища освященная. Что значит освященная пища? Это значит, когда муж ест, то в его сердце заходит совесть. Запомнили? Что? Зачем нужна освященная пища? Еще раз повторяю. Совесть сердца женщины нормальная и благочестивая, если женщина не гуляет, не изменяет, живет ради своей семьи. Совесть ее сердца будет жить по-любому. Понимаете? Потому что женщина близка к Богу, если она просто правильно живет и все. А вот совесть в жизни мужчины по-любому жить не может. Для того, чтобы она там жила, его надо кормить освященной пищей и быть послушной женой. Тогда он будет иметь совесть, мужчина. Последний козырь, когда мужчина думает оставить жену последним козырем, знаете, что для него является? Женщина. Знаете или нет? Нет. Слушается она меня или нет? Запомните это. Если слушается и при этом не теряет себя, еще раз повторяю, не унижена, то мужчина не может такую женщину бросить. Потому что неизвестно, это будет слушаться или нет, которое он нашел. Иногда бывают тяжелые периоды в жизни. И тогда человеку приходится особые усилия прилагать для того, чтобы победить судьбу. В это время никто не поможет. Ни муж, ни дети, ни родственники. Никто не поможет. Поможет только природа. Добрые люди. Добрые означают те, которые вам хотят помочь. Сердцем своим. И Бог. Бог действует для победы над судьбой. Вы говорите, Олег Геннадьевич, не могу жить, все рушится. Что делать? Не спрашивайте меня. Я вам уже тысячу раз отвечал. Идти на природу. Идти к добрым людям. Идти к Богу. Больше ничего не сделайте. Потому что энергию плохой судьбы побеждает только три этих вещи. И причем они имеют специализацию. Энергия природы побеждает болезни. Вот если вы чувствуете, у вас нет сил, слабость, раздражительность, утомляемость, нет концентрации внимания. Не списывайте на свой характер. Это значит, что у вас нет энергии природы. Запомнили? Слабость, раздражительность, нет сил, нет концентрации внимания, нет работоспособности. Капризничаете, устали. Тяжело жить, тяжело работать. Мне тяжело работать. У меня тяжелая работа. Значит не хватает энергии природы. Работа ни при чем. У мужчин так же. А? У мужчин так же. Вот допустим, у меня тяжелая работа или нет? Как вы думаете? Я за год облетаю землю два раза. Тяжелая работа? Тяжелая. Я выгляжу замученным? Нет. Почему? Потому что я каждый день стараюсь быть на природе, стараюсь что-то делать для своего здоровья. Наполняю свое тело энергией природы. Потому что имею это знание. А вы его не имеете. Вам плохо? Чем вы занимаетесь? Ложитесь на диван. От дивана не исходит энергия природы. Он вам не поможет. Понимаете? И люди не знают. Они думают, у меня нормально, Олег Геннадьевич? Чего ты паришь мне мозги? Понимаете? У каждого человека наступает тяжелый период жизни. Абсолютно неожиданно. И вы ничего с этим не сможете сделать. Это будет чудо для вас. Что такое? Может прокляли меня? Может сглазили? Вот люди так начинают думать. Да никто вас не проклял, не сглазил. Кого мы нужны? Понимаете? Просто наступил тяжелый период и все. Музыка Эта зад location Эта одина три феи Мы свои И слушай Перевои И нам чужие зла Там проймова Там недугшие встречи случаются Там сгорело до шухлого ра Из-за любви мечтаются в темноте. Там и звуки, и краски нет. Только мне выбирать не приходится. Очень нужный я нам в темноте. Ничего, развалится. Поняли, да? Не убежите от судьбы. Распогодится, конечно, вы спрашиваете, когда ли, Геннадьевич? Это тоже важно знать, иногда невыносимо просто. Распогодится все равно. Не бывает только одной тяжелой судьбы, она волнами идет. Сегодня тяжело, завтра легче. Всегда волной. Не надо бояться судьбы. Надо понять, что делать в это время. Если у вас рушатся отношения, вам не хватает добрых людей. Вот рушится семья, питайтесь добрыми людьми. Семья сохранится. Если рушится здоровье, питайтесь природой. Если вы чувствуете, что вы ничего не можете сделать, безысходность какая-то пришла, идите в храм. Три силы помогают человеку. Сила природы дает здоровье. Сила добрых людей сохраняет все социуми, что мы имеем, начинает работать, заканчивая семьей. Вот есть добрый человек, допустим, на работе, вас не выгонит. Если есть добрый человек в семейной вашей личной жизни, я вам серьезно говорю. Вот у меня такой опыт, смотрите. Если два человека верят одному наставнику, а он добрый человек, то когда у них разваливается семья, он их приглашает вместе к себе и за пять минут восстанавливает отношения. За пять минут. У меня так было в моей жизни. Не то, что у меня разваливалась семья, просто мы сильно, как бы, с женой разошлись во мнении. Очень сильно. И мы пришли к наставнику, к старшему моему. Я был уверен, я же Олег Геннадьевич вообще-то. Я был уверен, что я точно знаю, как правильно. Я сказал свое мнение. Вот жена потом тоже сказала свое мнение. Наставник послушал нас обоих. И говорит, я так рад вас видеть. Пойдемте за стол. Я думаю, когда он ответит вообще мне, подтвердит мою правду. Вот, накормил нас. Что он наставник сделал? Он понял, что нам не хватает энергии любви просто. И дал нам эту любовь. Он накормил нас, по-доброму поговорил. И говорит, а теперь идите домой. Все будет хорошо. Я не понял, как бы, что будет хорошо. Пошел домой. Иду, иду, думаю, а что вообще я, как бы, к этой правде своей привязался? Ну и Бог с ним, как бы, ничего страшного. Я говорю жене, на самом деле ты права, а я не прав. Она говорит, а я тоже так сейчас подумал. И все, мы с ней помирились сразу, пошли, забыли про эту тему. Понимаете, что человеку не хватает? Ему просто не хватает энергии любви. Все. Наставник дал энергию любви, люди сразу помирились, потому что людям, когда они спорят, они говорят, дай мне энергию любви. Другой говорит, нет, ты мне дай сначала. Все, больше они ничем не занимаются в это время. Они требуют любви к себе, все. Но если наставник дает любви, а судьба что делает? Она забирает эту энергию любви. И человеку думает, что меня не любят. Вот почему человек ругается? Потому что он думает, что меня не любят. А его они не любят, просто судьба забрала эту возможность, эту опцию. Люди не любят друг друга и расходятся, потому что не понимают, что судьба забрала эту опцию. Но она может потом и вернуть ее. Если вы сдаете экзамен, если есть добрый человек рядом, энергия любви возвращается. Семья сохраняется. Если есть препятствие, суд какой-то. Вы знаете об этом или нет? Суд. Вас решили ограбить, пусть даже старшие. Власти могут ограбить, допустим. Вы знаете об этом или нет? Что если вы начинаете думать о Боге и молиться, никто ничего не сможет с вами сделать. Я вам сейчас расскажу такую историю. Не думайте, что я вас уговариваю или успокаиваю. Я вам не буду рассказывать свои истории на эту тему, потому что это опасно. Это пойдет сразу в пространство. Я известный человек. Я не буду вам рассказывать свою историю. Но у меня такие истории со старшими тоже были. И я с помощью молитвы решал эти все вопросы. Теперь расскажу историю. Я приехал в Питер. И меня, ну как бы, не мой организатор, а он попросил... Вернее, они попросили его меня довезти до дома. И в это время муж с женой, они когда меня везли, они говорят, Олег Геннадьевич, мы не можем с вами не поделиться, потому что это, ну, или вы добровольно отдаете свою фирму, она успешная у них предприятие, или мы как бы вас засудим, и вы будете сидеть в тюрьме. Ну, обычно безвыходная ситуация, да, если у тебя нет там связи, то все. У них не было связи. Они просто слушали мои лекции. И слушали лекции на эти темы также. И они начали, просто решили проэкспертирить. Ну, как бы, что им терять? Если они потеряют свое дело, то у них вообще жизни не будет. Где деньги брать? Ну, пусть посадят, ничего страшного. Посидим. Ну, так они решили. И просто начали сильно и смело молиться. Первое, что произошло с ними, спокойствие в сердце. Они почувствовали в сердце, что ничего не будет. Представляете, приходят проверяющие. Фирму. И те люди, которых проверяют, у них в сердце спокойствие. Они смотрят спокойными глазами. Что чувствуют проверяющие? Что ничего они не найдут. Потому что нет смысла даже углубляться. Потому что проверяющим же надо много работать и тяжело, чтобы что-то найти. А у них спокойствие. Они спокойно заходите, будьте как дома, проверяйте. Вообще нет проблем. Ничего даже не дернется внутри. Они проверяют, и у них нет силы дальше в этом копаться. Они уходят просто и все. Вот так продолжалось много раз. Они просто молятся и все. Потом они вышли на вторую стадию побед над судьбой и начали чувствовать, что они могут влиять на ситуацию. В результате они просто смело пошли куда надо и сказали о том, что происходит. В результате ситуация начала поворачиваться в другую сторону. И чем все это закончилось? Посадили. Но не их посадили. А тех, кто против них проявлял агрессию. Вы поняли, да? Что не обязательно агрессия оборачивается только в одну сторону. Агрессия означает, может туда пойти и сюда. Вот допустим, ты думаешь, я сейчас по морде ему дам. Там дал, а он оказался мастер спорта по боксу. Вернее, ты даже и дать-то не успел. Ты просто махнул кулаком. А дальше смотришь, уже лежишь. Как получилось, даже неизвестно. Как-то само собой. Понимаете, если есть агрессия, она может и туда, и сюда пойти. Все зависит от силы. И как это делается? Запомните, против вас кто-то что-то может сделать. Если его благочестия и аскетизма на это хватит. То есть над человеком можно совершить насилие. Только тому, кто тебя сильнее. Теперь что делать? Берешь, садишься в неподвижное положение тела. Включаешь голос тех, кто молится. Молишься вместе с ним. То есть берешь силу от Бога, а не от себя. И не двигаешься до тех пор, пока ты не почувствуешь, что твоя аскеза стала сильнее страха в твоем сердце. Страх указывает на безысходность, на беспредел. Если страх в сердце прошел, значит беспредел уже не такой сильный. Это значит, что с тобой уже не смогут так сильно справиться. Понятно, да? Таким образом, когда человек так делает, никто с ним ничего сделать не может. Если это получилось у тех, кто слушает мои лекции, не сомневайтесь в том, что у меня тоже может получиться. Я вам рассказываю свой опыт, на самом деле. И опыт тех, кто меня знает. И опыт вообще любых людей, которые занимаются духовной практикой. Духовная сила побеждает беспредел. Поэтому плохая судьба отступает всегда. Если человек нейтрализует с помощью природы, то болезни отходят. Кто из вас начал бегать, закаливаться, зарядку делать, йогу с природой контактировать? Поднимите руку. А теперь оставьте руки поднят, кому стало легче жить, меньше болезней. Видите, все, кто поднял, те оставили. Вот так и надо жить. Если вы хотите жить, живите. Все говорят, я не знаю, сейчас это умирает. Иди на природу. Хочешь жить, живи. Запомните такую вещь, что если человек уже не хочет выходить из дома, то значит, скоро он уйдет из жизни. Потому что движение – это жизнь. Запомнили? Одна девушка у меня в Питере, женщина, пожилая женщина, то есть женщина, которой около 90 лет, она каждый день ходила пешком по 8-9 километров. Каждый день. И поэтому жила так долго. И один раз ее положили в больницу, прооперировали. Она не ходила 2 недели всего. В результате, после этих двух людей, она так как очень старая, она потеряла подвижность. Ну, то есть она не могла вообще даже встать с постели. В результате она начала что делать? Сначала пальцами шевелить, потом руками, потом всем телом, потом начала садиться, потом начала вставать на колени, потом начала ползать, потом пошла и начала ходить по 8-7 километров. И живет дальше. Но если вы не понимаете этого принципа, значит, вы не будете жить дальше. Потому что живет тот, кто хочет жить. А желание жить означает аскеза. И есть всего три вида аскеза, которые продлевают жизнь. Первая аскеза – это пост. На воде самый мягкий пост. Не выдумывайте никаких других постов. Они могут вас разрушить. Всякие апельсины, мандарины там. Это очень опасно. Вот. Слышали меня? Очень важно. Я уже знаю примеры, когда люди в дурку попадали, и у них загибалась печень от этих всех соковых постов. Это очень опасные посты. Не делайте это. Только пост на воде. Самый мягкий и хороший. Дальше. Неподвижное положение тела побеждает, продлевает жизнь. Поэтому люди в храмах не двигались, там молятся, не двигаются. По этой причине. И длительное непрерывное движение. Запомнили? Длительное непрерывное движение не означает прошел, здесь постоял, там постоял. Идти радостно и не останавливаться. Вот это означает. И это делать надо на природе. Неподвижное положение тела, потому что есть три типа болезней. Есть болезни, связанные с психическими каналами. Они побеждаются с помощью неподвижного положения тела. Другими словами, когда тело не двигается, психика начинает очень сильно двигаться и пробивает все каналы. Вот когда вы не двигаетесь, у вас отекает тело. Этот отек означает пробивание тонких каналов. Потому что там есть четыре стадии. Первая стадия – отек. Вторая стадия – мурашки или жар. То есть уже почти пробиты каналы. Третья стадия – это онемение, как будто ничего не чувствуешь. Это значит, что уже энергия пошла по каналам, но она настолько непривычная телу, настолько сильная, что нервная система не справляется. И четвертая стадия, вопреки ожиданиям, люди думают после онемения смерть дальше. Четвертая стадия – это легкость тела. То есть легкость, как будто ты не сидел там, не стоял неподвижно. Надо стоять столько, сколько вы сможете, потому что человек сразу четыре стадии эти пройти не может. У него нет силы. Чувствуете, что вам тяжело, опасно, опасность чувствуете, меняйте положение тела. Постепенно вы дойдете до легкости. Придет время, вы сможете пробивать неподвижное положение тела полностью каналы. И значит, убирать хронические болезни – психики. Неподвижное положение тела облегчает психику. То есть психические каналы лечатся. А движение лечит психические каналы, связанные с грубым телом. Вот, допустим, если у человека опухоль, ее нельзя вылечить просто голоданием. Для того, чтобы вылечить ее, нужно… Голодание нужно для чего? Чтобы лишнее все из организма убирать. Понимаете? Но для того, чтобы вылечить опухоль, для этого нужно ее отодрать от тела. И вот опухоль отдирается от тела с помощью длительного движения. Когда человек долго-долго двигается, то вот это вот ненужное в организме, оно отслаивается энергетически от нужного. Понимаете? А во время поста это все съедается организмом. Поэтому те люди, которые сочетают длительное движение с постом, они могут вылечить злокачественные опухоли даже. Понятно, да? Кто, у кого так получилось, начали долго двигаться и поститься, и какая-то опухоль рассосалась, поднимите руку. Есть такие люди здесь? Телкость. А? Телкость. Нормально. Такие люди тоже есть, у меня много знакомых, которые так сделали. У меня жена начала бегать и поститься, у нее киста в щитовидке уменьшилась несколько раз. А потом она обленилась и перестала это делать. И так все нормально. Она поняла, что сможет с этим справиться. Чего париться-то? Женщина же, надо быть счастливой. Ладно. А поститься без воды? Поститься без воды опасно. Этот пост предназначен для очень сильных и здоровых людей. И предназначен только для победы над судьбой. Вот если у человека, допустим, суды-пересуды, он неподвижное положение тела совершает, ему этого недостаточно, но у него сильное здоровье, крепкий организм, он может молиться и не кушать, и не пить в это время. И это такая сила вырабатывается из него, что никто не может противостоять. Это если это еще сочетать с неподвижным положением тела, тогда вообще... Ну ладно, возвращаемся к нашей теме, к теме семейных отношений. Итак, я вам сказал, одна из главных причин того, что люди расстаются, это нехватка сил. Люди не могут восполнять свои силы, они замкнуты друг на друге, поэтому они расходятся, понимаете? Любовь уставших лебедей, понимаете? Вот люди устают от того, что у них нет природы, нет добрых людей, нет Бога. Они устают друг от друга, и дальше хоть пой, хоть не пой, все равно придется расходиться. Потому что уставшие лебеди друг с другом жить не смогут. Ну вернее, как бы лебеди-то смогут, они умирают вместе, но мы не такие уж и лебеди, понимаете? Поэтому... Поэтому... Поэтому, мои хорошие, любовь уставших лебедей означает развод. Поняли, да? То есть нужно правильно жить, учиться. Нужно перестать быть уставшими лебедями. И всегда нужно верить в своем сердце, что вы обязательно справитесь, победите свою судьбу, потому что всегда любовь и вера сильнее всего в этом мире. Запомните. Плохой период. Нужно перестать быть уставшими лебедями. Нужно перестать быть уставшими лебедями. Заканчивать всегда под любви. Вопреки сему, прогоняясь уставшими лебедями, силами раты, чтоб над ней светить И всегда убить, я и ты. Сила доброты — это и есть настоящая любовь. Вот почему мужчина возвращается к жене с детьми, что он наслаждается ей, уже не наслаждается. Что он думает, что у него там будет все хорошо, он так не думает, он уже грибнул. Почему он возвращается к своей жене, к детьми? Потому что такова сила доброты. Это и есть настоящая любовь. И знаете, что когда человек именно с позиции доброты поступает, Бог отдает ему в жизни все, что ему нужно для счастья. Потому что это и есть настоящая любовь, сила доброты. Понимаете? Не хватает тепла, не хватает людской доброты. Будем вместе учиться друг другу, беречь и любить. Будем вместе учиться друг другу, как звезды светить. В зимой зашумит вода, зимой запоют векра. Давайте, друзья, всегда друг другу желать добрать. Вот в тот момент, когда вы начнете близкому человеку добра желать, в этот момент у вас наладится отношение. Никогда будете свою правду перед ним гнуть. Никогда будете доказывать свое. Никогда его будете воспитывать. А когда вы ему просто пожелаете добра, в этот момент Бог войдет в ваши отношения. Потому что именно это и есть любовь. Любовь не означает свои принципы доказать. Вот вы реакцию послушали, придете и скажете, знаешь, вообще-то Олег Геннадьевич сказал правильно. Женщине нужна нежность, ласка, а ты ведешь себя как шакал. Понимаете? То есть не надо принципы свои доказывать. Потому что, имея знание, вы еще быстрее разрушите свою семью. Потому что, когда вы знаете, как женщине надо правильно себя вести, это вам не поможет, женщины. Вам надо знать, как с мужчиной себя вести правильно. И тогда он будет вести себя с вами правильно. Только тогда. Потому что в это время... В это время потому что доброта входит в сердце человека. Когда он видит, что к нему относятся правильно. А доброта меняет мужчину. Он становится нежным, ласковым. Точно так же женщина получает, когда от мужчины нежность и ласку, она становится правильной. Понимаете? Но мы не должны как бы ждать от близкого человека, когда он первым начнет. Доброта означает быть первым самому. В этом заключается мудрость человека. Если вы хотите быть счастливыми, станьте счастливыми. Заплатите цену, станьте первыми. И тогда вы будете счастливыми. А ваш близкий человек подтянется за вами. В тот момент, когда он станет вам благодарным за то, что вы такой. В этот момент вы победили свою судьбу. Вы скажете, когда я побежу свою судьбу. В тот момент, когда он станет благодарным, вы увидите его в сердце благодарность. И тогда вам уже станет легче. И вы победите свою судьбу. Но сначала всё начинается в этой жизни с принятия своей судьбы, мои хорошие. Запомните, это очень важный вопрос. Если вы друг друга не принимаете, воспитываете, мучаете, никогда вы не сможете победить свою судьбу. Никогда. Это невозможно. Только с принятия человека. Вот какой вам достался балбес, вот такой и ваш. Вот какая вам истеричка досталась, вот такая и ваша. Это судьба. Понимаете? И ничего с этим сделать невозможно. Примите судьбу. Что делает чувство сильными? Знание. Изучайте, как правильно жить. Действуйте с позиции знания. Чувства станут сильными. Женщины перестают истерить. Мужчины перестают грубить. Чувства становятся сильными, означает образованными. Человек ведёт себя с позиции знания, не так, как ему хочется. Если чувства стали сильными, человек ведёт себя с позиции знания. Дальше его дела какими становятся? Красивыми! А если дела у человека становятся красивыми, то этот человек достоин любви. И он обязательно её получит. Обязательно. Потому что Бог не жмот, а любовь исходит только от Него. Между мужчиной и женщиной Бог находится. Это Он создаёт отношения любви. Не от женщины идёт любовь и не от мужчины. Это Бог даёт это всё между вами, между вашими сердцами. И поэтому знайте, закон, самый главный закон любви. Если вы Богу не служите, живёте ни по Его законам, ни для Него, никакого счастья в вашем жизни не будет. Потому что сердце ваше вас не защитит. А сердце ваше — это и есть Бог. То, что в сердце находится в виде чувства вот этого, что всё будет хорошо, что это и есть Бог, это чувство запомнений. Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней была самая главная. Самое главное — это Бог. Это сердце хранимое, Сердце хранимое, Наши любимые. Если ваше жизнь не течение плавное, и в ней есть самое главное, знайте, что у вас всё будет хорошо. Это сто процентов. Просто не сразу, чуть-чуть потерпите. Можете Олег Геннадьевича спросить, когда всё это закончится. Ну, что-то надо делать, конечно. Но надо ждать. Обязательно всё пройдёт плохое. Но если вы не ждёте, а думаете, надо что-то менять, значит, вы разрушаете свою жизнь. Да помните? Ещё раз возвращаюсь вам назад, к Людвигу и Вере. А? Что? Да, же просто. Ну, вот смотрите. Очень важно понять, что... Вот сейчас я вам объясню. Вы можете делать всё, что угодно для победы над судьбой. Это хорошо. Это правильно. Но есть одна вещь, которую вы должны запомнить. Если вы сосредоточены на Боге, молитесь каждый день и знаете, что всё плохое закончится. Это называется ждать. Значит, тогда вы проиграли. Потому что если вы не сосредоточены на Боге, ваше озеро благочестия на плохой судьбе тает, тает, тает. Вы всё больше концентрируетесь на проблеме, и вам придётся прыгать в рот к удаву, как лягушка это делает. Ему не надо даже ничего делать. Он рот открывает, и она просто сидит сначала неподвижно. И её благочестие тает. А в тот момент, когда она теряет себя, она сама к нему прыгает. Вы придёте к начальнику и начнёте с ним ругаться. Скажете, ты чё меня не любишь там? И он скажет, ну вот, я так и знал. И увольняет вас. То есть вы сами припрыгали в рот к удаву и сами себя выгнали. Вас никто не заставлял с ним ругаться приходить. Ну, то есть плохая судьба заставила вас это сделать. Хотя он думал увольнять вас или нет. Ну, то есть я о чём говорю? То ты не наполняешься. Веришь в неё, этого недостаточно. Чтение означает наполнение. Вера — это... Ну, допустим, я верю в природу. Это не значит, что я ей наполнюсь. Или я, допустим, верю в женщину, в жену. Это не значит, что я с ней целуюсь. Допустим, я в жену верю, а целуется с ней кто-то другой. Кто наполняется? Поняли, да, систему? Молитва означает наполнение. Человек повторяет молитву, означает он наполняется. А если он наполняется, то тогда судьба, она что делает? Она просто истощает человека, и всё. Вот её функция, время что делает? Она истощает наше озеро счастья и потом страдания. И безумие. Потом человек тупеет и начинает сам себе рушить жизнь. Я с этим здесь жить не могу. На этой работе я работать не могу. С этим человеком жить не могу. Всё, ногу отрезаем, зуб выдёргиваем. То есть безумие. Намаз — это хорошо. Азам тоже хорошо. Но надо понять один принцип. Для того, чтобы побеждать судьбу, надо не просить что-то у Бога и не рассуждать о Нём. Надо Его славить. И поэтому существуют такие молитвы даже в мусульманстве, в Коране, которые славят Бога. Это «Аль-Хамдули-Ля, Аль-Хамдули-Ля, Аллаху Акбар». Вот эти молитвы побеждают судьбу. Понятно, да? Есть ещё пресень 99. То есть необязательно? Да, можно так. Это тоже молитва. 99.9 Аллаха — это тоже такая же молитва, побеждающую судьбу. Её надо читать на чётках. Всё, что побеждает судьбу, надо читать на чётках. Я вам примерно сейчас, вы услышите, как это звучит, чтобы вы знали. Я вам уже такую молитву «Побеждающую судьбу» включал на позапрошлой лекции. Некоторым не понравилось. Потому что слишком сильно, да, как-то звучит. Страшно, да? Понравилось? Включить. А? Да. Ещё включить? Да. Вот другая молитва, которая побеждает судьбу, тоже такая же. Вы должны знать эти молитвы. Сейчас я её тоже включу. Вот это надо почитать, читать на чётках. А намаз надо читать несколько раз в день для поддержания настроения, правильного настроя в жизни. Понимаете? Азан тоже для вдохновения, для того, чтобы служить Богу, надо читать. Но именно на чётках повторять вот что надо. Смотрите. Это специальные зикры, которые побеждают судьбу. Они повторяются на чётках. Переводится слово. Переводится слово. Про славление Бога. Я знаю. Ну, то есть идея в чём заключается, мои дорогие? Заключается в том, что когда вы думаете только о Боге и славите Его, и ничего не говорите Ему о своей жизни, Он сам будет о вас заботиться. Потому что есть такой принцип. В тот момент, когда мы из своего сердца выходим, заходит туда Бог. Когда мы думаем только о Боге, забываем про себя в этот момент, Он думает только о нас. Такой принцип. Но если мы сами о себе думаем, просим у него чё-то, значит, в это время мы ему не даём места. Поэтому молитва, побеждающая судьба, это молитва, когда человек забывает о себе. Запомните это. Забыл про себя, значит, победил судьбу. Думаешь о себе, значит, не думаешь о Боге. Значит, в Него не веришь. Олег Геннадьевич, а есть какая проблема, честно говорите, любить Его ради Бога? Вот можно из отдельно, а сегодня не есть. Как? То есть не могу любить Его ради Бога. Почему не можете любить Его ради Бога? Вот я вам читаю лекцию ради Бога. Вы думаете, я вас люблю? Ну, у меня всё равно ограниченная любовь к вам. Я вас люблю ради Бога, мои дорогие друзья. Запомните. Это называется, любовь называется чувство долга. Любовь из чувства долга превращается в настоящее, потому что когда ты чувствуешь взаимность, благодарность, люди встают и говорят, Олег Геннадьевич, спасибо, что приехали. Это я вас притянул. Возникает взаимность, и тогда возникает настоящее чувство к людям. Но до этого сначала идёт сначала чувство долга. Просто ты служишь людям, потому что Бог так хочет. Понимаете? И даже бывают ситуации, когда тебе приходится любить человека вопреки, ну, как бы, здравому смыслу, понимаете, вопреки тем принципам и правилам, которые существуют в обществе. И это всё равно Богу очень нравится, понимаете? Потому что иногда человек ради Бога делает то, что не вписывается ни в какие рамки. Например, он любит женщину другой веры, понимаете? Ты читаешь Библию, а я как? Ты слушаешь святыню, а я за? Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мой Бог со мной? У тебя крылья, у меня луна. И помни, я не один. И ты для нас, небесно на смоте, Великий Аллах всегда с нами, Бог, он наш. А теперь, как он любит эту девушку? И тогда это настоящая любовь. Потому что иначе это эгоистическая любовь. А? Хороший человек. Вы что, своих людей вообще не знаете? Я знаю больше, чем вы. Что такое, я не пойму. Мабир Мабердзаев? Да. Мабир Мабердзаев его зовут, этого человека. Ну ладно, мои хорошие. Значит, я ставлю тогда вот эту сильную, да? Зикр вот этот сильный. Он меня очень пробил. Это сильный зикр. Реально редко такие бывают. Которые так вот сильно как бы побеждаются. А? Ну, на сайте мы поставим. Сегодня будем под этот зикр, значит, опять считать. Кому не нравится? Всем нравится? Тяжелый, потому что от сердца идет. Поэтому тяжелый, да. Это в сердце, запомните, в сердце очень тяжелая энергия. Вот женская энергия тяжелая, это очень звонкая, сильно такой звенящий звук такой. Он тяжелый для мужчин. Редко, когда женщины сильно молятся, я вам могу такой... У меня есть такая молитва. Это еврейская молитва. Хотите послушать? Да. Так. Это, ну, мужчинам тоже, может, не понравится. Но женщинам сильно понравится. Потому что звук от сердца, он очень сильный. И, ну, как бы, и он трудно его выдержать. Понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Нравится вам? Да. Эти женские нравятся, да? Ну, потому что это женский. А вот мужской от сердца звук, он имеет другую природу. Субтитры создавал DimaTorzok девушку. А может, так сказать, что мужчинам можно было делать, вот, а ты всегда лучше на дворе? На дворе, конечно, включать надо. Надо не это... Включать на дворе. А молитвы? Пускай все очищаются. Вместо. Заявление в полицию. Придут заявления в полицию. Возможно такое. Надо всегда включать на улице то, что связано с местной культурой. Если это мусульманская молитва, можно включать во дворе, и люди будут нравиться, потому что такова культура. Если, допустим, люди живут в христианской стране, то можно христианские молитвы включать на улице. Ну, местной культуры. Не надо. Я поэтому вам подключаю мусульманские, как бы, зикры для того, чтобы... Потому что здесь такая культура. И все должны это любить, принимать. В христианской стране? Нормально в христианской стране. Ну, молиться можно любыми молитвами в любой стране. Вот объявление 5 сентября состоится семинар Марины Таргаковой, и в ноябре планируется приезд театра Нити. Знаешь, что такое театр Нити? А что это за театр? Это театр, который я создал лет 7 назад. У меня была цель, чтобы мои лекции воплотились на сцену. Я нашел таких артистов, и сейчас они очень популярны, потому что они языком театра доносят то, что я доношу языком микрофона. Понимаете? То есть потрясающая игра вообще, очень талантливые люди, и они прямо вот доносят до сердца, до самого отношения между мужчиной и женщиной, природу мужчин и женщин. Вот своим... Ну, пока здесь не написано, когда они приедут. Ну, Марина Таргакова уже написано 5 сентября. Это моя соратница, очень хорошая знакомая. Но она живет у вас в Алма-Ате. Она ездит по всему миру, читает лекции. Очень хорошая лекция, добрая. Какие у вас вопросы ко мне, мои дорогие, любимые? Вы правда очень любимые. Почему? Потому что вы восточные. Знаете, восточные люди любимые, потому что они верят в старших. Они очень сильно проникаются к старшим чувствам. Они не принимают сразу. Я, когда первый раз у вас в Астане лекцию читал, кто был на этой лекции, помните? Вы на меня смотрели очень внимательно, осторожно. Изучали меня. Долго меня изучали, но потом начали штурмовать. Значит, приняли. Это хорошо, это нормально. Это правильно. Сначала восточные люди изучают все, а потом дальше принимают уже. По лекции, да? У кого теперь по лекции вопрос, только по лекции. Ну вот ваш вопрос тогда, да. Здравствуйте. Будьте счастливы. Давайте я вам дам. Можно воды? Я смотрела на воду. Важно. Не-не-не, нельзя, жена не расслабляет. Я могу дам. Я могу дам. Да. А вот смотрите, здесь все зависит от того, что вы хотите лечить. Это целая наука. Я ее изучил. У человека есть четыре энергетических слоя. Они все разные, связаны с разными структурами организма. Если ты хочешь лечить кожу, лимфатические узлы, сон, память, если хочешь лечить подкожную клетчатку, допустим, слизистые оболочки, то тогда нужно бежать 40 минут или идти 80 минут. Если ты хочешь лечить сосуды, сосуды в организме, если ты хочешь лечить кости, позвоночник, суставы все, то тогда и подкожный жир, вот глубокий, да, там вот эту вот жировую клетчатку, то тогда нужно бежать час или идти два часа. Без остановки. Без остановки, да. Атаковаться на здоровье. Садитесь. Если ты хочешь лечить внутренние органы, любые, то тогда надо бежать час 20 или идти в два раза больше. И если ты хочешь лечить нервную систему, тогда надо бежать час 40 или идти в два раза больше. А если идешь в час 40, то в час 20 лечится? Лечится все остальное тоже. Но я вам могу сказать одну вещь. Никогда не начинайте с самого большого. Я начал бегать с 500 метров 4 года назад. И только через 2,5 года я дошел до очищения всего организма. И по мере увеличения дистанции у меня все пролечивалось, все проваливало, все тело. Понимаете? И дошло до нервной системы. Мозги все проболели. Все проболело, сейчас ничего не болит. Я бегаю 16 километров как конь. Обострения идут в виде ноет. Что-то ноет, значит болит. Просто важно давать организму отдыхать достаточно. Если ты, допустим, бегаешь час 40, 16 километров или идешь в 2 раза больше, то надо дистанцию давать между этим 6 дней. 6 дней организм после этого восстанавливается. А если ты идешь, допустим, 40 минут, то это надо делать раз в 2 дня. Ну, идешь в смысле, бежишь 40 минут или идешь 80, это надо раз в 2 дня. И так далее. То есть постоянно дистанции переливы увеличиваются. Понимаете? И надо идти и бежать всегда по одному принципу. Надо это делать очень спокойно, без напряжения. То есть не надо рвать копки, когда идешь, и бежать тоже. Может быть, ты будешь бежать медленнее, чем все ходят. Но это будет бег. Он все равно лучше, чем ходьба. Понимаете? Каждый день можно бегать не больше 5 километров. Если дистанция увеличивается больше, то надо делать это через день. А когда время больше бежать? Всегда все лечение происходит только до зенита. До 12 часов дня лечения дальше никакого лечения не будет. Да. А вот на сколько можно сказать другое? А? А? А потом опять в 100 метрах надо постепенно увеличивать дистанцию. Начиная с 5 метров, потом 10, 20, 30 и пошел дальше. Постепенно увеличивать. А пост на воде? Пост на воде надо тоже начинать. Пост самый простой, который я держу уже много лет. По каким темам? Я держу пост с вечера и до обеда на воде. то есть я не просто не завтракаю, это пост 16 часов. Это самый простой пост и он очищает человека от всех токсинов. За 16 часов все переваривается, что в организме, что может перевариться. Это самый простой пост, начинайте с него. Если вы хотите больше пост, тогда смотрите, слушайте меня внимательно. Начинайте всегда с утра и заканчивайте утром. Это суточный пост. С и потом поели на следующий день утром. Запомнили? Потому что когда человек ест вечером, это может быть хорошо по религиозным соображениям, если он легкую пищу ест. Но это по соображениям здоровья точно нехорошо. Потому что прервать пост надо всегда только утром, когда солнце восходит. Запомнили? Если вы полутора суточный пост держите, тогда покушайте вечером, ну во сколько вы, ну не в 12 часов ночи, там в 7 часов, 8, покушали вечером, не сильно плотно, и потом вы сутки не едите, и только утром выходите из поста опять. Понимаете, это полутора суток получается с вечера и до утра. Двое суток поститься с утра и до утра. Двое с половиной суток это с вечера через два дня до утра. Двое с половиной суток очищает полностью весь организм, как 16 километров бегать. Больше поститься не надо, это вредно для здоровья. Вот такое количество два с половиной суток можно поститься раз в три недели не чаще. А 12 часов 16 часовой пост можно поститься каждый день. Я так каждый день живу. Я вообще никогда не завтракаю. Пью воду всегда. Завтрак полезен, но я им жертвую ради здоровья. Потому что запомните, когда восходит солнце, это самое лечебное для человека время. Только на восходящем солнце организм лечится. Поэтому если на восходящем солнце не есть, все вылечивается. Бегать надо утром. Поститься лучше всего утром. Самый лучший пост на восходящем солнце. Самый лучший йога на восходящем солнце. Самый лучший бег на восходящем солнце. После обеда можно только работать. Вечером надо отдавать время семье. То есть любить близких людей надо когда солнце садится. Это время для любви, потому что это время луны, лунное время. Врачи говорят, что он афганист не просто афганист? Врачи могут говорить все что угодно, потому что они не изучают священных писаний. Поэтому они говорят часто просто от себя тем. Понимаете? утром самое лучшее время для лечения. Организм просыпается, он отдохнул, понимаете? Это другая точка зрения. Когда организм отдохнул, он легче выдержит любую нагрузку. Понимаете? Просто не рано, не сильно рано, если ты, допустим, не привык бегать, не надо бегать уж слишком рано. Допустим, с 8, с 9 часов утра. Главное закончить свою нагрузку до 12. Да? И то, что к сегодняшней лекции относится, запомните, если вы хотите, чтобы у вас любовь жила в вашей семье, всегда отношения с близким человеком стройте только вечером. Общайтесь, разговаривайте. И это надо делать в отстановке чистоты, любви, хорошей музыки, понимаете? Потому что, когда восходит луна, это время для любви. Понятно? И начинать детей надо только ночью. Потому что, когда утром начинают детей, они рождаются чувствительными, когда днем болезненными, когда вечером с психическими отклонениями, а когда ночью здоровыми. Потому что яйцеклетке нужна для развития энергии луны. И чем больше этой энергии, тем больше она лучше развивается. Чем больше солнца, тем тяжелее развивается. Понятно? А луна нужна для того, чтобы любить друг друга. День прощался, незаметно вылез до дна. День прощался, до распитого неба луна. Лук на свете чистит красиво цветов простых старин и прекрасные цветы. луна 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 leş стрелял плани луна! Часть люблённых, часть люблений Он и она Часть люблённых, сихи и вечно Доля, одна, для детей и, конечно Луна, луна, луна Светы, светы Это то, что я вам говорил. Нам в жизни не хватает друзей и доброты. Это энергия Луны. Поэтому нужно любить друг друга, приглашать вечером гостей, общаться по-доброму, наполняться энергией доброты. Тогда в семье все будет хорошо. Если у вас скандал, конфликт в семье, вы пригласите друзей, накормите их, напоите, по-доброму с ними поговорите. Они уйдут, а вы будете друг другу улыбаться. Ваш конфликт пройдет, потому что вы наполнитесь энергией доброты. Вот так человек должен жить. Вот мужчина вопрос. Мужчины редко спрашивают меня. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо вам. Вам можно дать вопрос. Я в долгое время не складываю финансы колеи. Я работаю. Я работаю. А кем вы работаете? Я в бизнесе. Я знаю, почему у вас не складывается колеи. Вам нужно человека, который будет договариваться за вас, о ваших финансовых отношениях с людьми. И у вас есть одна проблема. Вы очень добрый человек для того, чтобы быть юристом. Вам просто нужно, чтобы финансовый вопрос решал кто-то другой. Вы не сможете это делать. То есть вы сможете людям помогать, как юрист. Но свое взять с них вы не сможете. Я знаю, почему вам не платят. Потому что вы не умеете брать свое. Вам надо, чтобы кто-то вас защищал в этом вопросе. И тогда у вас будет успех. Видите, так как мужчина сам знает, что у него в жизни. Поэтому трудно задавать вопросы. Лучше работать на себя, но кто-то должен устанавливать финансовые вопросы за вас с людьми. Например, какой-то секретарь или какой-то договоренность какая-то. Понимаете? Потому что если вы будете пытаться брать у людей деньги, то вы в этом будете прогорать. Так устроена ваша психика. И точно так же вы не смогли забрать деньги у начальства, которое вам не платило и поэтому вы уволились. То есть так действует ваша судьба. Поэтому я вам говорю, вы как юрист хороший, но вы не можете сами устанавливать с людьми именно деловые, финансовые отношения. Вы можете устанавливать отношения юриспуденции. То есть вы можете им все объяснить, они будут довольны. Но дадут они вам деньги за это или нет, решать должны не вы. И тогда у вас будет вот так вот в жизни. Видите, на третий раз согласился мужчина. Так устроена мужская психика. Запомните, мужчине надо очень глубоко все понять, пять раз переспросить, чтобы принять совет. Вот женщина бы сразу поняла, что о, точно так и есть. Понимаете, а мужчине у нее другая психика устроена. Он изучает все глубже, пытается понять, почему так. Как свою ситуацию смотрит именно. Я вам сказал этот совет, потому что я вижу вашу природу, понимаете. Не то, что я гадаю что-то. Я точно знаю, что это так. У меня нет никаких гаданий. Понимаете, просто вы примените это, и у вас будет успех. Вы можете работать на себя. Или на того человека, кто вас финансово защитит. То есть он должен быть гарантом для вас в ваших деньгах. То есть, другими словами, он должен вас сильно уважать. Понимаете? Или кто-то, допустим, вы работаете в какой-то команде, где есть какой-то кассир, допустим, берет деньги с людей. Ну, то есть финансовые отношения должны раньше устанавливаться, чем человек приходит к вам на консультацию. И тогда у вас все будет вот так. Но если во время вашей консультации это проясняется, то люди будут вас прогибать. А вы очень добрый человек. Вы уступите лучше, чем взять деньги. Такая ваша природа просто. И надо ее правильно использовать. Такие люди, как вы, они очень хорошо могут людям служить, заботиться о них. Люди становятся благодарными. Но вот платить не факт, что будут. Да? Да, мужской вопрос. Садитесь, не надо. Спасибо. Вы со мной разговаривали, по-моему, года полтора назад, да? Или два. И я вам сказал, что для вас госслужба – самая сильная позиция. Помните, я вам говорил? Сейчас уже. А? Сейчас уже. Забыли, да? Я вам говорил об этом, что госслужба для вас – самая сильная позиция. Но там у вас сложности, потому что вы человек очень чистых и светлых взглядов. Вам не нравится, когда кто-то над вами ведет грязные игры. Вот это главная проблема, которая вас, ну, как бы, угнетает на госслужбу. Понимаете, самый идеальный вариант для вас – это когда вы служите человеку, который принципы правильные, чистые соблюдает в отношениях, ну, как бы, со всеми. Тогда вы будете полностью счастливы и очень успешны, как бы, ну, в этой деятельности. Любая деятельность, связанная с государством или с какими-то организациями, для вас имеется самая, это самая сильная позиция для вас, потому что там у вас много силы, вашей судьбы. Вот, и поэтому там вы и добиваете успеха, потом вы можете торговать на этом уже. Вы по природе не торговец, а управленец. То есть вам нужна управляющая структура, которой вы будете руководить. И вы не просто управленец, а вы, как бы, вот знаете, есть, как бы, разведчики, которые имеют маленькую команду для того, чтобы воевать. А вы человек армии, а не команды маленькой. То есть вы, как бы, любите воевать большими силами. Ну, то есть у вас, ваша природа, это делать большие, сильные дела. Понимаете? Там вы сильные. Я не знаю, что с людьми не встречается постоянно, ну, человек, грубо говоря, с большими связями, но кто-то, 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 кто-то. Вот я и говорю поэтому, что, как бы, ваша проблема заключается в том, что... Да, то есть ваша проблема заключается в том, что вы не принимаете людей низкой нравственности, как руководителей. И поэтому бунтуете в сердце вам, как бы, ваше желание на госслужбе, как бы, разрушается. Но я могу вам и в этом помочь, если вы сможете меня услышать. А это будет трудно меня услышать сейчас. Если вы поймёте принцип, что если Бог подставил над вами человека какого-то, и у него нет нормальных нравственных принципов, то это всё равно хорошо, потому что это воля Бога. Если вы подчиняетесь Ему по закону, но не грешите по своим делам, ну, то есть вы подчиняетесь Ему, но грехи, не совершаете греховное действие, то есть вы делаете всё правильно, то тогда в этом случае вы поможете и стране, и этому человеку. Он не сможет своими плохими мыслями и делами на вас повлиять, потому что вы его уважаете как представителя Бога. И в этом случае у вас в сердце всё спокойно, и вы можете делать большие дела одновременно. Ещё раз повторяю принцип. Если Бог кого-то поставил над вами, значит так надо. Неважно, как он себя ведёт, это его проблемы с Богом. Я воспринимал, как начальник, который был Бог, так происходит. Вы ли хорошие были, но какие-то условия, я воспринимал, как испытание. Значит, мне всё это надо понять. Да. Да. Но самое главное, поймите, что начальник, представитель Бога, если он глупит в плане, начинает греховную деятельность какую-то там, это его проблемы в отношении с Богом. А вы должны всё равно его считать представителем Бога, и тогда вы Богом защищены на своём месте. И можете делать большие дела. Как вы можете считать представителем Бога? А вот это тайно, я же говорю, вам трудно будет это понять. Потому что Бог его туда поставил. Человек сам не может себя поставить в власть. Это очень трудно понять. Вам, людям кажется, что люди сами себя к власти ставят. Это иллюзия. Бог всё контролирует в этом мире. Если он человека поставил в власти, значит, он так хочет. Почему так бывает? Потому что часто люди не заслуживают лучше правителя. Вот я сейчас ушёл в госслужбе у нас в компании. Мне не нравится. Мне сейчас реально решил готовить власть. Вам всё нравится? Ну, я, ну, мужчина, не должен жить в компании. Я себя не шучу, но хочу выполнить все это, комфортно. Я не могу вам дать никакого совета. Я знаю точно, что вы сами решите. Но одно знаете, там, где госслужба и структура власти, большая команда, большая армия, там вы очень силён. Гораздо сильнее, чем в любой компании и фирме. И чем в бизнесе? А? И чем в бизнесе? Гораздо сильнее. Вы же сами это знаете. Но вот это несправедливость. Это не несправедливость, это не знание законов Бога. Если вы, ещё раз повторяю, если вы видите, что человек старший, он поставлен Богом, вы будете его терпеть, принимать как старший, потому что так хочет Бог. И тогда никаких несправедливостей не будет. Это очень трудно понять. Ещё раз поймите, это очень трудно понять. Но если вы поймёте то, что я сказал, вы будете успешным, сильным, авторитетным, все вас будут уважать. И вы будете делать только то, что Бог хочет. Вы не будете никаких плохих вещей делать. Если кто-то захочет, чтобы грехи сделать, он не заставит вас это сделать, потому что вы уважаете как представителя Бога, и Он не сможет вас не уважать. Всё, мои хорошие, сейчас уже закончилось время, и сейчас по нашей лекции наступает победа над судьбой. Все сели прямо. Этот мир очень сложный для понимания. Некоторые вещи понять очень сложно, попытайтесь менять. Но возможно. В этом мире нет препятствий для нашего совершенства и развития. Просто есть вещи, которые очень труднодостижимы. Очень трудно для вот этого достижимы вещи. Надо очень сильно быть развитым, чтобы это понять. Дорогие мои женщины, запомните одну вещь, которая вам сильно поможет. Если вы услышали очень сильный голос мужчины, который вас пугает, то знайте, что если вы просто поймёте, что это энергия Бога, то вы тогда решите все свои вопросы с мужчинами. И вместо страха и неприязни вы в этом услышите защиту, могущество и благодать Божью. Понятно, да? Хоть у женщины и сердце очень чувствительное к мужской энергии. Эта же энергия может стать для неё силой, поддержкой, защитой, если она это принимает как энергию Бога. А эти голоса — это энергия Бога. Это не грубость, это силы. Та же самая сила может разрушить врага, победить его. Разве женщинам от этого плохо? Ты сели прямо? Слушайте те, кто молится, находите в их настроении, забудьте про себя, и в вашем сердце очень скоро появится поспокойствие, это признак победы над судьбой. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я вшиваю всем счастье. 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 Я вшиваю. Я вшиваю. Я вшиваю. Я вшиваю. Я вшиваю. Я вшиваю всем счастье. Я вшиваю. 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 Я вшиваю всем счастье. Я вшиваю. Я вшиваю всем счастье. Я вшиваю всем счастье. Я вшиваю всем счастье. Я вшиваю всем счастье. Спасибо вам большое. Я вшиваю всем счастье, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за вашу любовь, за вашу теплоту, за то, что вы меня так долго слушали. Спасибо вам большое. 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 Спасибо вам большое.